Ноэ, как куча мяса у его ног, уровень поднят, вся статистика повысилась, потребовалось еще 2 недели, чтобы его уровень поднялся до 13, возможно это было связано с получением большего количества очков опыта от победы над монстрами, а также рыцарями, его уровень поднялся довольно рано, но он не чувствовал особой радости от этого, самое главное сейчас его эволюция, он не чувствовал облегчения, пока, как минимум, форма орка не превратится в великого воина. Сэджин внезапно ощутил присутствие человека, бегущего к нему, как луч света, и их было больше одного, еще одна охотничья команда, из того, что он чувствовал это казалось еще одной командой рыцарей, это уже третий раз на этой неделе, он нашел все это настолько раздражающим, что большинство этих парней были оснащены артефактами, которые стирали запах и затрудняли их обнаружение, Конечно, если бы он хотел убежать, тогда он мог бы активировать вихревую черту в любое время, но он не собирался, когда битва доставлялась себя ему так. Ким Сэджин крепко держал жезл и ждал прибытия рыцарей, и ровно 10 секунд спустя, фу, рыцарь, показавший себя из чащи, был тем, с кем он был слишком знаком. Ю Сэджин. При этой неожиданной встрече Сэджин немного запаниковал, и во время этого короткого открытия остальная команда прибыла также, вау. Итак, истории были правдой. Один из рыцарей посмотрел на орка впереди и пробормотал. Существо было действительно невероятным существом, теперь, когда он увидел это своими двумя глазами. Тем более, когда смотришь на величественный вид орка, стоящего там решительно с пылающим солнцем на спине. Яркие огни отражались от лазурных чешуек демона-орка. Внушительные мышцы на теле дрожали, полные жизни. Его достойная внешность вполне соответствовала бы орку-вождю. Нет, орк-великий вождь, вместо этого. Глоток. Один или два рыцаря, которые подсознательно поглощали свою слюну и напрягались из-за огромного монстра, испускали неидентифицируемую благородную ауру. За исключением одного человека, это было так. Давай. Ю Сэ Джун громко выкрикнула и сильно ударила ногой, когда бросилась вперед. Другие рыцари только тогда встряхнулись от мгновенного оцепенения и поспешно преследовали за ней. Хоп. С коротким криком, подсознательно просачивающимся из-за открытия ее сжатых зубов, Ю Сэ Джун бросила все, что у нее было за ударом меча. Ее косой меч оставил следы маны в воздухе, когда она приблизилась к орку. Однако ее цель, Ким Сэ Джун, даже не пытался блокировать ее атаку, и он не двигался, чтобы уклониться от нее. Он хотел дать ей небольшое расстояние, а затем догнать ее. Прежде всего, в битве с группой противников, в результате чего они больше не могут участвовать в бою, как можно быстрее должны принимать первостепенное значение. Он отменил бы эту пустяковую атаку своим телом, а затем пошел бы за ней, прости. Он чувствовал себя извиняющимся перед Ю Сэ Джуном, но это не помогло. Это будет борьбой, даже если бы он взял одну команду из шести рыцарей. Он хотел бы отказаться от участия в закрытом мероприятеле, где он напрасно возился, а затем оказался в опасности. С самого начала у него не было желания убивать их, но поскольку они нападали на него с намерением подчинить его, разве здесь не было явной разницы во мнениях? Кроме того, важно, если кто-то должен был возложить на себя вину, так это Ю Сэ Джун, которая бросалась на него, как необдуманная идиотка. Ха-Ва-Р, орк громко взревел и хлопнул жезлом по талии Ю Сэ Джуна. Это не было его обычной атакой, но на самом деле это его ожесточенный удар после настройки его общей мощности. Хеек. Монобарьер, окружавший ее, расшатался довольно бессильно и, оставив после себя короткий виск, она отскочила, как бочонок, SFX для громкоговорящего тела. Ее тело бесконечно подпрыгивало, пока оно не ударило по стволу крепкого дерева, и только после этого он остановился. От нее не было никакого намека на движение, она определенно была в нокауте. Сэ Джун теперь мог легко расшифровать ошибки или отверстия в нападении противника после того, как его пассивный пользователь оружия, который позволил ему эффективно владеть оружием, поднялся до уровня Б, и то, что произошло с Ю Сэ Джуном, было результатом того, что она глупо бросилась на эффективный диапазон атаки жезла. Вероятно, она хотела совершить первый неожиданный удар и нанести серьезный урон. Фактически, ее атака была очень сильной. Так как она также обладала подобной системой повышения уровня, как он это сделал, возможно, здесь был какой-то навык. Нет, хорошо, было определенно умение. Ким Сэ Джун опустил взгляд на рану, оставленную на груди, и он криво усмехнулся. Но такое беззаботное отношение было роскошью, которую он еще не мог себе позволить. Осталось еще пять рыцарей. Мисс Сэ Джун. Затем он прицепился к рыцарю, который назвал имя Сэ Джуна, как будто у него было много свободы. Он, должно быть, думал, что нынешняя ситуация – ничто иное, как игровое время или что-то в этом роде. Для такого невежественного парня, как он, необходим курс по кормовому образованию. Сэ Джун избегал атаки других рыцарей и ударил жезлом по спине того парня, который пытался бежать за Ю Сэ Джуном. ЮАРК. Рыцарь, показавший свою спину, издал короткий крик, прежде чем рухнул в кучу. В этот жезл был добавлен только один атрибут – повышенная ударная сила, уровень Б. С таким тупо непонятным уровнем власти, наделенным этим оружием, было бы слишком жадно, если бы кто-нибудь надеялся остаться в сознании после удара по спине этим жезлом. Таким образом, Сэ Джуну пришлось легко разбавить свои ряды двумя рыцарями. Но настоящая борьба началась всерьез с этого момента. Возможно, это было из-за двух предыдущих атак. Так, оставшиеся четыре рыцаря не обнаружили пробелов в своей защите. Работая вместе, они закрывали друг друга и сталкивались с Орком. По их замечательной координации Сэ Джин медленно отступал, шаг за шагом. Ну, на самом деле, он позволял им нападать на него свободно. Это было просто так, их атаки были слабыми и вообще не могли проникнуть в чешуйки Левиафана. Рыцари также понимали это, поэтому они начали концентрировать свои атаки на груди, где чешуйки были слегка повреждены из-за более ранней попытки Ю Сэ Джуна. Однако даже при таком сосредоточенном заграждении Ким Сэ Джин вообще не был взволнован. В конце концов, в его рукаве был еще один туз. Хотя продолжительность длилась всего пять минут, он мог стать в два раза сильнее, активируя навык воин разворота. Конечно, если бы он использовал это, то остальную часть охотничьих планов нужно выбросить из окна, так как его энергия будет исчерпана. Но для борьбы с этими четырьмя очень хорошо с координированными рыцарями это просто не могло быть больше помощи. Еще немного, мы почти. Один рыцарь почувствовал надежду своего выгодного положения. По его словам, немного больше. Если бы они выдержали немного больше, то, несомненно, победа была бы их. Но это было только до тех пор, пока зловещая аура не начала исходить от тела этого орка. Что за... не прекращайте атаковать. Рыцари продолжали атаковать, пытаясь игнорировать зловещие чувства. Прекратив свои атаки, когда все будет хорошо, это было бы то, что делали только идиоты. Парень, который пытался ухаживать за Юсы Джуном с самого начала, а затем завладел, был отбросом. Однако движение орка изменилось. Может быть, в этом виновата неопознанная красная аура, сочащаяся из его тела и его глаз. Движения орка стали намного мощными, и его сила стала смехотворно сильнее. Уи-Инг. Давление ветра от жезла, разрезающий воздух, разрушило большое дерево. И хотя это было просто небольшое щекотание на его бедре, рыцарь почувствовал невероятную боль, сродни нервам в его ноге. Черт. В конце концов, рыцари могли только ругаться громко. Прежде чем они это узнали, поток битвы полностью изменился, и они стали заняты, пытаясь защититься. К сожалению, защита не мог длиться долго. SFX для громкого рева орка. В тот момент, когда орк сердито взревел и ударил жезлом по земле, земная кора сама взлетела в воздух. И это еще не все. Ударная волна от этого ужасного разгрома попала в рыцарей в радиусе действия. Боль, которую они чувствовали, была похожа на то, что их конечности были растоптаны. Ейк. Хек. Пространство, оставленное после жестока нападения, выглядело ужасающим. Земля на некотором уровне стала глубоким кратером, и рыцари, падающие внутрь, не могли даже поднять палец, поскольку боль раздирала их тела. Черт, двое из них уже упали в обморок от удара. Для этих ребят это был первый раз, когда они испытывали такую огромную боль, а также страх смерти. В отличие от охотников и регулярных солдат, рыцари рассматривались как люди высокого класса человечества, и поэтому к ним относились с особой тщательностью и уважением. Это привело к тому, что у них было совершенно другое мышление, чем у охотников, которым приходилось каждый раз ставить свою жизнь каждый раз, когда они охотились. В конце концов, рыцарь видел монстров как легкий источник богатства и видел процесс охоты как простой труд. Таким образом, рыцарь только знал, как вырубать и убивать живые существа, как если бы они убивали скот, но редко они находили шанс обострить свою решимость противостоять своей собственной смерти. И вот почему не случайно, что одна из оценок продвижения рангов в верхнем среднем ярусе, где можно было назвать настоящего рыцаря, включала так называемый правильный образ мышления. Ким Сэджин подошел к ним, содрогнувшись, и посмотрел на побежденных рыцарей. Орку нравилось это чувство единственного победителя. И это была одна из причин, почему смотреть на проигравших было так важно. Эй, ты, прямо тогда, Сэджин услышал знакомый голос, и он повернул голову, чтобы проверить. Ю Сэджин стояла вон там после того, как каким-то образом пришла в сознание. Слушай, возьми трех рыцарей без сознания и уходи отсюда. Указывая своим мечом на форму орка Сэджина, она кричала на рыцарей, все еще стонущих от боли внутри кратера. И, конечно же, началось волнение. То, что они сказали, как мы можем оставить вас и т.д. и т.п. Ну это то, чего можно было бы ожидать при таких обстоятельствах. Во всяком случае, это торг якобы не убивает людей. Но прямо сейчас она не могла быть уверена в этом факте, как раз потому, что из-за зловещей ауры, которая все еще сочилась от орка. Но, может ты поторопишься. У меня есть свой собственный план, который я хочу попробовать, так что просто убирайся отсюда. Что, черт возьми, не так с этой девушкой? Сэджин был в легком смятении, увидев решимость Ю Сэджина. Тем не менее, нынешнее ее появление было занято перекрытием с другим из недавнего прошлого в его сознании. Тогда, когда она столкнулась с Троллим в ненасытном состоянии. В то время, как она стояла лицом к монстру в полном одиночестве, она была занята, призывая его бросить вызов. Он, как известно, не убивает людей, поэтому перестаньте его стимулировать и давайте просто убежим отсюда. Вы были теми, кто стимулировал его в любом случае. Хватит тратить время иди найди помощь сейчас же. Ю Сэджин снова закричала. На этот раз ситуация казалась немного иной. В то время она говорила остальным бежать, не имея четкого плана, но теперь у нее был туз в рукаве, уверенный ход убийцы. У Аонг. Ветры поднялись, меч начал вибрировать, и мана начала сходиться. Ее убийственный ход, где аура меча сжималась в невероятно высоком давлении. Мана, накапливающаяся на ее клинке, была настолько высокой в плотности и концентрации, что ее меч на самом деле напевал в гармонии с ним. Это был навык, который превзошел лезвие маны, лезвие разрушения. Это было настолько сложно, что даже рыцари верхнего среднего уровня изо всех сил пытались контролировать его должным образом. И теперь она это делала. Двое неподвижных рыцарей быстро взвалили на плечи трех обморочных и отошли, как только увидели, что она собирается делать. И хорошо, рыцарь все еще был рыцарем, были ли его руки или ноги сломаны. Их скорость была на самом деле быстрее, чем полный спринт обычного человека. Когда они благополучно вышли из зоны потенциального удара, Ю Сэджун начала серьезно ломать все, что осталось от маны. Такой массивной конвергенции маны было достаточно, чтобы заставить Сэджина нервничать. И так он бросил на нее жезл с некоторой силой. Его мастерство с этим оружием было таким высоким, что заставить его летать, как бумеранг, больше не было для него проблемой. Он использовал величайшую стратегию победы под небесами, также известную как те, кто наносит удар первым, побеждает. Когда она собирала ману с каждой унцией ее концентрации, Ю Сэджун не могла быстро среагировать на внезапную атаку. Хонг, кяхк. И вот ее ударили по голове брошенным жезлом, а затем она быстро потеряла сознание, где стояла. Это был, честно говоря, антиклиматический конец. Недостаточно просто активировать умение. Сначала вы должны знать, как правильно использовать его. Как и ожидалось, ее юная наивность снова разоблачилась. Растущая как золотая ложка, какой шанс у нее должен быть, чтобы испытать настоящие трудности? Она, вероятно, стала слишком тщеславной для своего же блага, и только в конечном итоге научилась бесполезным привычкам, таким, как действовать опрометчиво и все такое. Уф! Сэджун обыскал окрестности на признаки людей, и, когда он не смог найти, он перешел в человеческую форму. Затем он взял Ю Сэджуна на спину и начал ходить. Помощь пришла бы с течением времени, но он не мог оставить ее здесь такой. Вот почему ты должна была просто убежать. Ты действительно идиотка. Он внутренне критиковал девушку, но в то же время на его губах появилась улыбка. Условие завершено. Побеждены пять охотничьих команд. Когда еще одно условие будет успешно выполнено, форма Орк Ягуар превратится в форму Орк Великий Войн. Иэ. Мистер Ким Сэджин, дворецкий и главный секретарь семейства Рассвет Пакхена, стоял, нервно выжидая кого-то, прежде чем заметить фигуру двух людей, которые приближаются. Он поспешно побежал туда. Если быть точным, это был один человек, идущий, держа на спине другого человека. Прошло много времени. Несколько хихикая, Ким Сэджин поприветствовал взволнованного Пакхена, а затем передал Ю Сэджин дворецкому. Да, это действительно было давно. Но почему вы не связались с нами, наша маленькая мисс? Ах, так как она все еще страдает, мы поговорим об этом позже? Конечно. Я уже ввел зелье, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться. Пакхена с облегчением вздохнул, услышав слова Сэджина. Это произошло, когда она пыталась победить демона-орка. Я слышал, что она была среди команды из шести рыцарей. Пакхена. Демон-орк. Ну. Похоже, этот орк был довольно сильным. Или, может быть, один или два сопровождающих ее рыцаря, должно быть, были неумелыми. Пакхена продолжил задавать ему еще много вопросов. Например, как Сэджин нашел Ю Сэджина, что случилось с демоном-орком и т.д. и т.п. Сэджин составил рассказ, в котором он случайно обнаружил рыцарей, сражающихся с орком. И из-за заботы о благополучии Ю Сэджина он остался, чтобы засвидетельствовать это событие. И затем, когда появился шанс, исчез с ней. Хорошо, тогда нам нужно идти. Мы искренне благодарны за вашу помощь сегодня. Ну, да. Береги себя. Увидев Ю Сэджин в безопасности, Сэджин вернулся к себе домой. В конце концов, прошло много времени. И в тот вечер, рассказы о раненых Ю Сэджине, рыцарях рассвета и одного ответственного, демоне-орке, вызвали бурю. Он доминировал в результатах поиска в режиме реального времени, а также во многих новостях. Даже орден рассвет не может покорить демона-орка. Это, наконец, очередь ворона? В ситуации полного поражения охотник Ким Сэджин спасает Ю Сэджина. Да, демон-орк не берет ни одной жизни. Публика вместо этого приветствует непрерывную победу существа. Истории были, в основном, как эти. Глава 54. Ким Сэджин вернулся домой. Его заботы еще не были решены, так как форма орка все еще не была достаточно мощной. Но было слишком много вещей, которыми он пренебрегал до сих пор. Гоблин, часто упоминавшийся как один из самых плодовитых алхимиков в последнее время, не производил зелья более трех недель. Третья кукла Афана еще не появилась в мире. И чтобы не забыть, обещание двух оружий в месяц, сделанное кузнецом-орком, могло быть нарушено только после второго месяца. Конечно, он уже погасил все свои долги перед Хазелин. Даже если бы он сделал это очень легко и работал медленно, у него все равно было бы достаточно денег, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь в комфорте. Но Сэджин не хотел останавливать свою жизнь здесь. Эта жизнь, которую он живет сейчас, эта драгоценная жизнь, была тем, что он упорно трудился, чтобы обеспечить, живя в этом влажном убожестве пещеры более пяти месяцев его жизни, четыре месяца назад и один только сейчас. Он не собирался упускать возможности прямо перед собой, что позволило бы ему достичь всего, о чем он мог только мечтать. Да, пожалуйста, пришлите кого-нибудь за зельем. Нет, не волнуйтесь, ничего особенного. Ну это секрет. Конечно, прошло некоторое время с тех пор, как они поговорили, но он позвонил Хазелин и сказал, чтобы она пришла и принесла зелье. Несмотря на то, что она была в восторге, она продолжила рассказывать ему о беспокойствах, которые были вызваны СМИ, рыцарями и публикой после того, как гоблин-алхимик, похоже, пропал. Хорошо, поговорим позже. Он разговаривал с ней около пяти минут, а после того, как он позвонил, он вышел в интернет. Веб-сайт, к которому он подключился, был домашней страницей его общества Монстр. Возможно, именно потому, что сайт был создан специалистами, нанятыми Юсаджуном, он выглядел и работал так же хорошо, как и лучшие сайты портала. Однако, скорее всего, из-за того, что он не был хорошо известен, сегодня было всего два посетителей, включая самого себя. Чтобы оживить сайт, он решил написать и загрузить что-то здесь. Ремесленник Орк ищет новых владельцев для своего оружия, серия Орка. В течение недели, начиная с 9 часов утра в это воскресенье, собеседования начнутся по положению кузницы Орка. Лицо, проводящее собеседование, будет председатель общества Ким Сэджин. Пожалуйста, подготовьте формы заявок в том же формате, что и раньше, написав все правдиво. Цена образования будет обсуждаться с успешными заявителями. Как только он нажал на клавиатуре, чтобы загрузить публичное уведомление, его мобильный телефон завибрировал. Оставив взгляд на мониторе, он ответил на звонок, алло. Однако с той стороны не было ни одного слова. Когда он взглянул на идентификатор вызывающего абонента на сенсорном экране, он показал Юсэ Джун. Он слегка усмехнулся. Почему ты мне позвонила? О, так ты наконец решил ответить на звонок. Она ответила только после того, как он снова спросил ее. Ее голос был пропитан ледяной холодностью. Виноват. Мне нужно было кое о чем позаботиться. Ну, я понимаю, действительно. И вам не нужно извиняться до такой степени. Ну, в любом случае, это я позвонила тебе ни с того, ни с сего. Так что я не чувствую себя обиженной. Я думала, что мы друзья, но я думаю, что Аб посчитает иначе, да. Интересно, почему я так себя чувствовала. Но ни о чем беспокоиться. Так, увидев, как она продолжала беспорядочно болтать, он определенно мог сказать, что сейчас она дуется. Сэ Джун мог каким-то образом представить ее лицо на другой стороне линии. Ее глаза глубоко сузились, ее губы надутые, все время заняты, кусая ее невинные ногти. Это так, но как ты чувствует себя прямо сейчас? Э? О, все хорошо. Кстати, правда, что ты меня спас? Да. По стечению обстоятельств я охотился поблизости. Что? Охотник двигался один на охотничьем угодье среднего уровня. Именно тогда его совесть стала колоться на мгновение, но он просто вздохнул и начал говорить с ней обвинительным тоном. В таких случаях, в конце концов, лучше быть толстокожим. О, я заметил, что ты говоришь так, будто думаешь, что охотники мусор или что-то вроде того. А? Ну, то есть это не, что ты имеешь в виду, это не так. Теперь, когда я думаю об этом, когда мы впервые встретились, ты относилась ко мне как к насекомому, когда я сказал тебе, что я охотник. Да? Э? А? Нет, нет, это не так. Че, что ты говоришь, насекомые. Я никогда не рассматривала аппа как жука, понимаешь? Никогда, никогда. Это недоразумение, недоразумение. Говорят, что лучше всего человек знает свои грехи. Вспоминая происходящее, Юса Джун начала извергать тарабарщину в необузданной панике. Не делай этого снова. Обращаться с людьми так плохо, это не очень хорошая привычка, понимаешь? Он говорил правду. Он встретил бесчисленное количество людей после того, как в молодом возрасте прыгнул на передовые рубежи жизни. И среди них ублюдки, которых он считал самыми отвратительными, были те, кто судил других по позициям и талантам и, решив за других, полностью унизили их. Я понимаю, она казалась немного угрюмой, но, поскольку это была ее ошибка, она не пыталась возразить ему. Ах, верно. Могу я попросить тебя об услуге? Так как она позвонила ему сначала, Сэ Джун решил, что, может, также попросит ее о помощи. И мы, услуга, что это, ты занимаешься этими вещами и сын из, верно, прости? О, да, я занимаюсь социальными сетями. Ты хочешь, чтобы я отправила тебе запрос на дружбу? Какая у тебя ссылка? Нет, это не так. Он был немного удивлен. Он честно думал, что она может держаться подальше от таких вещей. Прямо сейчас, на домашней странице нашего общества, кузнец Орг оставил уведомление, понимаешь? Я хочу, чтобы ты расспросила. В самом деле, ты увидишь, когда войдешь в систему. Я рассчитываю на тебя. Он почти бессознательно повесил трубку, но, каким-то образом он смог остановить себя как раз вовремя. Хорошо. Я поняла. Ок, спасибо. И вот так закончился разговор между ними. Однако ни один из них не закончил звонок первым. Ты не собираешься повесить трубку? Да. Сначала нужно повесить трубку. Если есть какие-то другие вещи, о которых ты хочешь поговорить, то все в порядке. Как будто ты слушал другие вещи, о которых я хотела сказать раньше. Сэджин сказала ей, что на этот раз он послушает, когда обратит внимание на монитор компьютера, потому что он вдруг вспомнил вопрос о кукле Афаны. Итак, он снова начал набирать текст. Ищу нового владельца куклы. Все детали будут определены после проведения собеседования. Место проведения интервью – это здание компании Monster Elron Building, расположенное в пригороде Ванчжо, провинция Конванда. Если вы разместите свои вопросы на открытой доске объявлений на этом веб-сайте, мы свяжемся с вами по одному. Ну, хорошо. Мне все равно больше нечего сказать. Я вешаю трубку. Я могу проверить детали на домашней странице, верно? Да. Должно быть два уведомления. Хорошо. Увидимся. Пока. Однако он не отказался от звонка и ждал. Даже Ю Сэджин сделала то же самое. Ох-х-х-х. Это по-настоящему. Сейчас. Не проверяй меня. Она издала короткое восклицание, полное озорного тона. Сказала, что она висит на самом деле. И она наконец сделала. Когда Сэджин много рекламирует из-за нас, тогда... Подожди секунду. Затем в голову появилась мысль. Может, мне тоже нужно сделать это? И сын из... Он был в возрасте 23 лет. Это было в том возрасте, когда желание вскакивать в общество бурно бушевало. Но охваченный бурными ветрами, называемыми, упорно трудиться, чтобы выжить, он никогда не мог позволить себе наслаждаться такими вещами до сих пор. Кхм. На этот раз он сделал поддельный кашель и позвонил Юсе Джуну. 21 марта. Собственный рыцарский орден Организации Объединенных Наций провозгласил угрозу 1го-класса, уничтоженную на южной части Африканского континента. Когда была присвоена классификация угроз 1го-класса, это означало, что нужно было отказаться от площади из-за большого числа мощных монстров, а оборудование, а также персонал, привлеченный для подавления угрозы, просто недостаточно. По крайней мере, они с большим трудом успешно закрыли трещину, то есть 80% континента было защищено. Но остальные 20% стали негостеприимной адской дырой, полной суперсильных монстров, которые бросали вызов всем классификациям. Внимание средств массовой информации, включая Корею, собралось вокруг этого трагического события, которое стоило столько жизней. Бесчисленные обитатели этой планеты также оплакивали гибель людей. Кроме того, используя это событие в качестве очевидных доказательств, несколько организаций начали призывать других перестать рассматривать трещины и монстров как источники дохода, но как реальную ощутимую угрозу, которая могла бы украсть много жизней и изменить менталитет, чтобы стать более бдительными и менее слабыми. Однако возможно, событие, происходящее на столь далекой земле, не тронуло сердца людей так глубоко, как должно было. Пылающий огонь горя ослабел, пока не осталось ничего меньше, чем через неделю, и непостоянное внимание общественности быстро перешло на другую тему. Началом работы Юсы Джуна стала и СНС, неделю назад она опубликовала комментарии в отношении своего общества «Монстр для более чем двухмиллионных последователей», и содержимое внутри было достаточно большим, чтобы заставить людей забыть о происшествии африканской трещины, третья кукла Афана, а также вооружение серии Орка. В тот момент, когда ее пост вышел онлайн, она собрала огромное количество внимания со стороны рыцарей, а также общественности, и серверы «Монстра» не смогли обработать трафик, наводняющий домашнюю страницу, что привело к ее сбою несколько раз. Как долго я должна ждать? И прямо сейчас это место было посреди общества, вызвавшего весь этот шум. Собственное частное здание «Монстра» на верхнем этаже, пятом. Ким Юрин вздохнула в неумолимое течение времени. Сегодня у нее много работы, но она не могла просто сбежать от этой важной повестки дня с надуманным предлогом заняться своими делами. Похоже, ее внутренности сгорали от всей нервозности, но здесь очень много людей. Ну, это смехотворно хороший предмет, вот и все. Прием был заполнен до краев многочисленными ожидающими рыцарями. Также присутствовали не только члены местных орденов рыцарей, но и люди из зарубежных орденов, а также несколько волшебников. Без сомнения, они пришли сюда за куклами-талисманами, которые прославились во всем мире, а фаны, ордена рыцарей и волшебники разослали формы запроса на покупку в «Монстр», как если бы они были в конкурсе или что-то в этом роде, после проверки уведомления на веб-странице общества. Поскольку было слишком много запросов, Юрин услышала, что каждый день будет проходить только 10 собеседований. Так что, судя по большому количеству присутствующих людей, казалось, что большие кадры каждого заказа пришли сюда со своим окружением. Должна ли я была привезти людей, интересно? Ким Юрин почувствовала легкое сожаление, которое родилось из-за одиночества, грызшего ее, но она быстро потрясла головой. Этот парень Чиен Хо попытался бы прощупать свой путь, если бы не заявлял о своих намерениях приехать сюда один. Таким образом, это было для нее лучше. Эй, вы не рыцарь Ким Юрин? Когда она сидела там и продолжала ждать бесконечно, из ниоткуда какой-то парень подошел ближе и попытался поговорить с ней. В этот момент центр окружения собрался здесь. А да, здравствуйте. Она надевала шляпу и маску, так как хотела избежать такой ситуации, но... Юрин почувствовала неудобство в этом, но из общей вежливости сняла с себя маскировку и поприветствовал мужчину. Поскольку вполне вероятно, что рыцари здесь были своего рода большими шишками со своими соответствующими орденами, она должна была поддерживать определенное приличие. Кроме того, слова Чи Йенхо, когда он обвинял ее в непреднамеренном игнорировании других рыцарей, тоже играли в ее сознании. Ворон тоже пришел, угу, как хлопотно. Они такие жадные, кахаем. Однако атмосфера места быстро изменилась. Внутри этой просторной приемной все глаза каждого рыцаря заострялись, как ножи, и они начали смотреть на Ким Юрин, как на смертельного врага. Она слегка запаниковала, когда ее взгляд упал на рыцаря, который первым узнал ее. К сожалению, этот парень выразил выражение полного удовлетворения в этом повороте событий. Улыбаясь, он сознательно говорил во весь голос. Между прочим, я думал, что орден ворона уже обладает куклой Афаны. Но хорошо, я могу посочувствовать. В конце концов, иметь две было бы лучше. Звание лучшего ордена рыцарей в Южной Корее тоже должно быть безопасным. Честно говоря, на самом деле лучше, если бы ворон приобрел куклу вместо других орденов, насколько это касается интересов страны, верно? Все поняли, что он хотел причинить ей неприятности. Чувствуя, что внутри нее разразился гнев, она собиралась высказывать свое мнение, когда чувак сказал какое-то дерьмо, как он молился за ее успех и прочее. Прежде чем исчезнуть в каком-то другом месте, эй, извините, с поднявшимся из головы паром гнева она резко встала со своего места, но ее мысли застыли, когда шепот вокруг вошел в ее уши. Фьюх, послушай, она пришла сюда одна, как будто она боится поделиться своими достижениями. На самом деле, она не самая молодая с высоким уровнем в истории. Она холодная, вот это. Никаких имен, никаких лиц она могла слышать, только их голоса. Только тогда Юрин поняла это. Это место здесь превратилось в огромную политическую арену. Эти люди даже забыли о том, чтобы сохранить сердечный фронт только для того, чтобы приобрести куклу Афану. Умственно пораженная несколькими ударами несогласных голосов, нагруженных явной враждебностью, Юрин рухнула на свое место. Она поняла, что у нее нет союзников в этом месте. Итак, Ким Юрину пришлось выдержать все враждебные взгляды и холодные сарказмы других рыцарей. Ну тогда, мы будем под вашей опекой, господин председатель. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Вице-мастер ордена Дэйбэка Айенхёк и его сына Дэсу согнули свои спины под углом 90 градусов. По бокам можно было увидеть действительно толстые документы и свернутые бумаги. Это были все перматериалы, которые они подготовили для этой встречи. Пара отца и сына подготовила обширную презентацию для встречи с Ким Сэджином. Например, как Дэйбэк помог бы монстру, если бы они приобрели куклу Афану, прогнозы реальных выгод для обоих, а также стратегии, направленные на его разумную сторону и т.д. Разумеется, Сэджин прекрасно понимал, насколько сильно ордена рыцарей хотели приобрести куклу, но такой неожиданный пыл все же закончился тем, что у него случилась мигрень. И его время тоже сократилось. Ах, да, хорошо. Не нужно было заходить так далеко. Тем не менее, спасибо, что пришли. Результаты будут объявлены через две недели. Сэджин также чувствовал себя немного неудобно при виде двух человек, которые были явно старше его, так еще настолько внимательны и к своим манерам и в конечном итоге выглядят неуправляемыми в этом процессе. Пожалуйста, мы были бы глубоко удовлетворены, если бы вы подумали о нас в наиболее благоприятном свете. Когда мы говорили с вами раньше, наш орден рыцарей может. Айенхек сделал все возможные, чтобы предупредить Сэджина о преимуществах, которые его орден мог предоставить вплоть до самого конца. Уф. После завершения этого интервью Сэджин сделал небольшой перерыв. Он записал то, что Айенхек сказал на листе бумаги, а затем вытащил свой телефон. Вау. 50 тысяч уже? Прошло всего три дня, но у него уже было 50 тысяч последователей. Как и ожидалось, сила слова Юсы Джуна была значительной. Ну, ее помощь здесь была ничем иным, как ее становлением последователем, но тем не менее, поскольку она следовала только одному человеку, ему очевидно, публике пришлось обратить внимание на последние изменения в ее профиле и СНС. Мне послать на следующую встречу? Голос временного сотрудника корпорации Рассвета вошел в его ухо. Да, пожалуй-то, сделай. Дверь открылась, и одна женщина вошла с тяжелыми шагами. Это был человек, с которым Сэджин был знаком, Ким Юрин. Но ее состояние казалось немного странным. Ее лицо было красным. Ее обычно аккуратные волосы были несколько растрепаны, и на ее губах был след крови, как будто она слишком долго кусала их. Она тяжело шла, стискивая зубы, и села напротив Сэджина. Это сработает, папа? Конечно. Ты же видишь, что там все идет гладко, не так ли? И сколько денег мы потратили на близких помощников Ким Сэджина? И я даже выдал маленький подарок эльфу из оружейного склада тоже. Кахаем. Поговорим об этом позже. Менеджер, на запутанный вопрос о ДСУ Айенхек посмотрел на сына с разочарованием. Взгляд содержал чувство отца, который чувствовал печаль и жалость к своему сыну, который был невежествен на пути реального мира. Этот эльф-менеджер со склада, эта женщина, которую подозревают в давлении на Ким Сэджина. Почему ты не сделал этого? Ладно, ладно. Я даже не должен был об этом говорить. Айенхек покачал головой и сначала вошел в лифт. ДСУ посмотрел на отца с завистливыми глазами, а затем, с огромной усмешкой на губах, последовал за Айенхеком в лифт. Как всегда, я знал, что ты можешь это сделать, папа. Вы подружились время с подругой председателя общества за короткое. Успокойся, сынок. Я же сказал, это все еще просто предположение. Это неопределенно. Ну, так как Ким Сэджин, мужчина, он наверняка держал бы одну или две неприличные мысли об этом эльфе. Кстати, почему ты так счастливо улыбаешься сейчас? Айенхек ворчал и ударил сына по затылку. Несмотря на это, АДСУ продолжал смотреть на отца с ясными, круглыми глазами. Несмотря на то, что мальчик не был таким же, как и отец, он просто не мог заставить себя ненавидеть своего ребенка. Эй, ты ублюдок. Разве я не говорил тебе похудеть уже много раз? Айенхек толкнул в жирный живот своего сына, слегка посмеиваясь. Глава 55 «С тобой все в порядке?» Ким Сэджин внимательно спросил. Но с темным и омраченным выражением Юрин просто кивнула головой и громко вздохнула. Это то, что Орден Воронов рассматривает в качестве своего предложения. Она передала ему скопированную копию отчета. О, ах, спасибо. Сэджин получил отчет, а затем быстро взглянул на содержимое. Хотя это уже было его пятое интервью сегодня, честно говоря, большая часть того, что он читал прямо сейчас, не хотела вообще входить в его мозг. Печатные слова были небольшими, было много цифр и вычислений, и даже некоторые ненужные английские слова, брошенные туда, тоже. Без сомнения, это был типичный отчет, составленный государственными служащими, работающими в правительственном ордене рыцарей. Мне действительно нужны специальные сотрудники для этого. Он снова подтвердил свои мысли о найме более специализированных рабочих, даже если это означало просить Юса Джуна, м-м. Он закрыл отчет, пытаясь выглядеть так, как будто он понял большую часть содержимого внутри. Тем не менее, глаза Ким Юрин, занятые его изучением, казались немного странными. Она вздохнула, не заботясь о том, слышит ли кто-нибудь ее или нет, а затем слабо пробормотала разочарованным голосом. «Ты даже не читал это?» «Нет, нет, это неправда. Я прочитал его полностью». Теперь, почувствовав приступ вины, Сэ Джин поспешно махнул рукой в знак отрицания, но это только заставило глаза Юрина пуститься еще больше в грусти. «Господин Ким Сэ Джин, да, да». Словно ей было что сказать, ее губы слегка сдвинулись, однако слова, которые она хотела сказать, шли нелегко. Она приняла свое время, мучительно переживая этот вопрос, пока, наконец, не решила, что это не работает. Она покачала головой, а затем попыталась говорить веселым голосом. «Я хочу поблагодарить тебя за подарки, которые ты мне дал». То, что ей удалось произнести, совсем не соответствовало нынешней ситуации. Сэ Джин смутился на мгновение, но он старался казаться невозмутимым, насколько это возможно. «Ах, да, я с удовольствием. Это кукла Эфана, которую ты мне дал тогда, и куклы сегодня отличаются, верно?» Ах, да, это правда, их эффекты различаются, но кукла, которую я тебе дал, так же хороша, как и другие. Как я и думала. Всякий раз, когда я ложусь спать, она рядом со мной, и я всегда чувствовала что-то особенное. Как ты сказал, это помогает мне успокоиться, и, так или иначе, она стала близким другом, без которой я не могу обойтись. Ахаха. Ну, это облегчение слышать. И вскоре разговор, начавшийся с обсуждения частных вопросов, медленно вошел в официальный бизнес. Однако их разговор часто был отрезан по какой-то причине и казался довольно неловким и неестественным. Юрин сознательно старалась звучать веселой, но у нее на самом деле была довольно робкая личность. Воспоминания о десяти пропущенных звонках и восьми непроверенных сообщениях от нее по-прежнему весели, как тяжелый багаж в ее голове. И чтобы не забыть, менее десяти минут назад ее психологически атаковали бесчисленные враги, поэтому ей не удалось сохранить нормальное состояние разума. В конце концов, их беседа подошла к концу и между ними тишина опустилась, как туман. Поскольку он был слушателем, только до сих пор Сэджин действительно не имел понятия, как взять на себя инициативу на собрании, подобном этому, и поэтому он начал многократно перебирать бедные страницы отчета. Один час, тридцать минут. Пока он это делал, внезапно появилось окно предупреждения об оставшемся времени. Когда он посмотрел на Юрин, у нее, похоже, не было ничего особенного. Так, Сэджин осторожно спросил ее, как насчет того, чтобы закончить встречу здесь, эээ, ах. Лицо Юрина мрачилось от разочарования, и ее взгляд опустился на пол. Ну, правда в том, что эта встреча началась только десять минут назад. Если бы кто-то считал, что другие ордена рыцарей проводят двадцать-тридцать минут навстречу, тогда была бы значительная разница. Вместо этого, как насчет того, чтобы я угостил тебя ужином позже. В конце концов, я все еще хочу обсудить с тобой некоторые вещи. Сэджин быстро улыбнулся и заговорил дальше, увидев угрюмое выражение ее лица. Ээ, ой, звучит здорово. У меня на следующей неделе суббота свободна, так что. Отлично. Тот же ресторан, что и в прошлый раз. Да. Хорошо. Отлично. Сэджин протянул руку, и Юрин потрясла ее, слегка смутившись. Но потом, думая, что она должна убедить его в этой новой возможности, ее лицо ожесточилось, когда она еще сильнее пожала ему руку. В настоящее время повседневная жизнь Ким Сэджина осложнилась. Во время обеденного перерыва он принял форму человека и прошел через кучу работы. И именно через 4 часа после этого он покинул офис общества и направился к полю монстра, чтобы сосредоточиться на свое росте. И всегда, находясь в охотничьем районе, он принимал форму орка, демона-орка. На официальном собрании монстера он теперь был известен как орк-ягуар, покрытый чешуей прониума. Это название произошло потому, что чешуя навыка, чешуя левиафана, покрывающая тело орка, напоминали синий цвет, прониум. Кроме того, изображения истории демона-орка пересекли границы и проникли на сайты чатов на международном сообществе, что вызвало немало шума со всех уголков земного шара. Благодаря этому несколько международных информационных агентств, таких как ББД, ЦНЦ и ТЭД, собрались в Корее и создали магазин. Их аргументация заключалась в том, чтобы снять уникального и мощного монстра, которого можно было найти только в Корее. С этого момента я должен быть очень осторожен на охоте. Сэджин вздохнул, просматривая эксклюзивное приложение рыцарского ордена Рассвет, страница Рассвета, которой было возможно только после того, как он позаимствовал Итв Хода Юсэджуна. Из этого он узнал, что многочисленные рыцари среднего и верхнего среднего уровня формируют охотничьи команды, чтобы подчинить демона-орка. Мастер Ордена Рассвета сильно взбесился, когда его дочь была госпитализирована и, следовательно, он поставил за голову орка сумму в размере почти 2 миллионов долларов. Так как же можно не участвовать в этой охоте? Фух их! И вот почему Ким Сэджин-орк мог только сидеть на корточках в своей пещере, но он не тратил свое драгоценное время, ничего не делая. Волшебные татуировки Он был в середине татуирования всего тела орка. Даже следа не осталось. Ким Сэджин с удовлетворением посмотрела на свои завершенные татуировки. Поскольку у орка не было ловкости, конечные результаты были довольно грубыми, но цвет татуировок был таким же, как и его кожа, поэтому их было трудно обнаружить, и когда он активировал жесткое тело Левиафана, чешуя прикрывала бы все его тело, что означает, что это даже не имеет значения. С поглощением зелья сопротивление среднему классу определенный процент эффектов магии на основе элемента будет сопротивляться. В зависимости от силы используемой магии на основе элемента хозяин может игнорировать урон от заклинаний уровня ниже Д. Причина, по которой Сэджин пошел и сделал эти татуировки, заключалась в том, что он получил определенный опыт с рыцарем среднего уровня с чертой, названной волшебным фехтовальщиком. Из этой встречи он узнал, что, хотя тело орка обладало сильным сопротивлением физическому ущербу, оно было совершенно безнадежно против атак, содержащих магию. Фу! Несмотря на то, что он был доволен завершенными татуировками, он вдруг почувствовал, что его грудь сжалась и в конечном итоге громко вздохнул. Когда я смогу стать великим воином-орком? Как только его форма орка-ягуара превращается в великого воина после выполнения этого единственного оставшегося состояния, баланс сил внутри него должен стабилизироваться, и это даст ему душевное спокойствие, но он просто не мог почувствовать, что это кровавое состояние возможно. Ну, ничего не выиграть, если просто сидеть сложа руки. Орк выглядел кислым, как будто он наступил на собачью какашку, и неохотно он начал выходить из пещеры. Рано утром следующего дня. Собеседование? Да. Мне просто позвонили из журнала Time, сказав, что они хотят взять интервью у членов нашего общества. Я не знаю, почему они сначала связались с нами, но, как ты думаешь, аппа. Сэджин поприветствовал утренний звонок от Юсэджуна. Журнал Time. Разве они не такие знаменитые или что-то в этом роде? Даже если он был бедным сиротой, он все равно сумел подслушать пару вещей. И одной из таких вещей была только что упомянутый журнал. Да, это они, хорошо. Они, вероятно, лучшие в мире еженедельные издания. В любом случае, одна из тем, которые они освещают на этой неделе, это растущие общества, и именно поэтому они хотят, по-видимому, взять у нас интервью. Юсэджун даже не пыталась скрыть свое счастье, когда она громко хихикнула. Конечно, это будет совершенно странно и смешно, если аппа будет выбран как человек года или что-то в этом роде. Она даже начала говорить некоторые ненужные вещи. Это даже не имеет смысла. Но ты делай это, если хочешь. Я не думаю, что смогу это сделать. Юсэджун был полон сожалений, поскольку он говорил о своем отказе. Несмотря на то, что он отчаянно хотел дать интервью, просто не хватало времени, поскольку он понятия не имел, сколько времени это может занять. Извини. Но почему? Ты же председатель общества, так как ты можешь отсутствовать. Хорошо. Тогда, как насчет мистера Гоблина, мистера Орка или мисс Шенарин Волшебник? Эй, Хэм. Я не думаю, что они будут доступны. А-а-а-а-а. Сэджун усмехнулся, когда ее отчаянный крик исходил с другой стороны линии. Он также подумал, что скоро он должен будет сообщить ей об идентичности как алхимика, так и кузнеца. Я должен просто сказать ей прямо на днях. Он подумал, что до сих пор он довольно близко подошел к Юсэджуну. Прошло уже 9 месяцев с тех пор, как он узнал ее, а девушка, которая была несовершеннолетней тогда уже стояла на пороге взрослой жизни. С тех пор произошло много событий. Он появлялся на телевидении вместе с ней, выходил на охоту вместе и, скрывая свою личность, он даже ударил ее. И так она стала тем, кому он мог доверять. Это я просто скажу нет. Это просто слишком много. Эээ, нет, не делай этого. В конце концов, это хорошая возможность повысить узнаваемость нашего общества. Ээ, я знаю, что ты хочешь это сделать. Так почему бы и нет, просто не забудь скомпоновать других участников, пока ты там. Юсэджун не могла даже возразить, а верно. Кроме того, можешь ли ты найти сотрудников, о которых я тебе рассказывал? Да, да, ах это, да. Поскольку мы будем получать людей от корпорации рассвет, тебе не нужно беспокоиться об их возможностях. Единственная проблема в том, что у нас слишком много претендентов. Ах, это не проблема. В истории человечества выяснение характера человека только через его или ее внешность было почти невыполнимой задачей. Была причина, почему многие идиомы, такие как медовый язык и двулики, и т.д. и т.п. были изобретены. Однако Сэджун действительно обладал способностью видеть прошлые внешние проявления. И это было умение уровня Б, глаза волка. Благодаря мастерству, получающему много уровней, он мог теперь различить характер других людей, даже когда он был в человеческой форме. Методы распознавания были достаточно просты. После того, как он поднял чувствительность своих радужек до максимума, он затем посмотрел в глаза другим. Их цвет глаз изменился бы в соответствии с врожденной природой человека. Полярные противоположности злые и хорошие были соответственно окрашены в черный и белый цвета, и в зависимости от того, на какой стороне был близок цвет человека, он затем обозначал грязный или чистый. Это умение даже позволяло различать не только истинный характер человека, но и его или ее соответствующие способности. Ему просто нужно было взглянуть на ауру, поднимающуюся из их тел. Когда цвет был ближе к блестящему золотому оттенку, человек был необыкновенным человеком, но когда цвет был ближе к слабому, тогда этот человек был просто обычным Джо. Разумеется, цвет его собственных глаз изменился бы на яркий золотой оттенок, если бы он использовал это умение, но пара контактных линз позаботилась об этой проблеме, поэтому он не был слишком обеспокоен этой перспективой. Я позабочусь об этой проблеме. Просто собери их в одном месте, и мне нужно всего 5 минут, чтобы просмотреть их за один раз. Сколько применено? 270? Да, это фи. Что? 270? Это было неожиданное число. Почему было так много претендентов? Сэджин не понял, почему 270 человек были готовы отказаться от своих позиций в одной из самых престижных компаний в мире за место в обществе, который оценивался жалким ц. Почему, черт возьми, так много людей? Перспективы нашего общества действительно позитивны, так что это так, но самое главное, это потому, что ты, аппа, слишком хорошо трудоустроился, понимаешь? Я имею в виду, кто обещает ежемесячную заработную плату в размере 5500 долларов США после уплаты налогов. Ты даже обещал отличные социальные пособия. Нет это, ну, ты не должен быть скупым, когда вкладываешь в людей, ты же знаешь, он так поступал из-за некоторого негодования, укорененного в его сердце. Человеку нужно относиться как к человеку. Он должен был усвоить эту максимальную трудность в юном возрасте, претерпев презрение, оскорбление, насмешку, а также невежество. Ладно, тогда. План состоит в том, чтобы они собрались в здании общества в эту пятницу, поэтому, аппа, пожалуйста, позаботься об этом. Правильно. Затем ты проведешь интервью. И если это вообще возможно, поговори обо мне вежливо, хорошо? Эм. Да, хорошо. Так как наш великий председатель общества постановил так, я должен полностью подчиниться ему. В конце концов, это условие присоединиться к нашему обществу, верно? Ее неожиданные и грубые инсинуации пошли прямо к его уязвимому месту. Эй, ты. Где ты услышала это? Что ты имеешь в виду? Где? Все слышали об этом. Условия для присоединения к нашему обществу – это полное подчинение и не могут присоединиться к другому обществу, не так ли? Кхм. Первое неверно, но что касается последнего, мы должны сделать именно это. Я ненавижу летучих мышей. Тогда он сказал эти слова ехидно. Но теперь они как-то стали официальными критериями присоединения. Внезапно он вспомнил кружку Ким Инсу. Разве этот глупец распространил слух? Но я слышала, что есть еще много людей, желающих присоединиться к нам. Ах, верно. Верно ли, что к нам присоединится верхний рыцарь среднего уровня Джуджихек? Понимаешь, все говорили об этом. Это тоже было суматохой внутри нашего ордена. Другие рыцари сходят с ума от ревности, говоря, что Джуджихек сейчас продвигается в мире и прочее. Ах, мистер Джихек, я думал, что он добросердечный и прилежный парень. Поскольку это было общество не только по названию, очевидно, что количество членов не могло оставаться трое навсегда. Именно поэтому он уже некоторое время смотрел на Джуджихека. И когда Сэджин косвенно поднял вопрос с чуваком, выражения Джуджихека были похожи на то, что он умрет от счастья, просто думая об этом. Я уже получил его документы. Я собираюсь признать его завтра. Это все хорошо. В конце концов, он действительно надежный парень. Хэм. Тогда, может быть, завтра я должна пообедать вместе с мистером Джихеком? Голос Ю Сэджина, казалось, что-то подсказывал, поскольку концы ее предложения несколько размыты. Может быть, она пыталась спровоцировать что-то вроде ревности у Сэджина. О, это хорошая идея. В конце концов, все члены общества должны иметь сердечные отношения друг с другом. Но Ким Сэджин был бескорыстным персонификацией, что заставило ее вздохнуть глубоко, а затем внезапно повесить трубку. В чем ее проблема? Когда звонок пришел к неожиданному концу, он просто положил в карман свой телефон и протянул свои конечности. Сегодня было начало выходных. Для него это был самый оживленный день для всех. Вперед, в поле монстр. У орка и агра было состязание на прочность. Теперь, как правило, огр расплющит орка ягуара на листе бумаги формата А4 одним ударом. Это здравый смысл, независимо от того, откуда он был, будь то охотничий участок или плоскость существования. SFX для громкого рева орка. Но нынешний статус этой битвы шел другим путем. Жезл качался со всей силой, которую этот орк мог собрать. Не просто остановился на уничтожении деревянного клуба, принадлежащего агру, он даже измельчил часть руки агра. Это было действительно проявление ужасающей силы. SFX для стонов агра. Потеряв одну из своих рук и его надежное оружие, агра, казалось, потерял равновесие и медленно упал. Не нужно было ничего делать, чтобы добиться победы в этом случае, но орки были нетерпеливой группой. Когда свет отражался от его синих чешуек, покрывающих его тело, орк прыгнул в воздух и разгромил лицо агра с помощью жезла. Ква-а-а-а-а-анг. Ударные волны, исходящие от удара, проносились мимо деревьев. И вот, вот как этот огр покинул этот мир. Закончив бой, орк снова обратил внимание на галерею Арахиса, в которой не должно быть даже места. Вау! А-а-а! Хлоп-хлоп! Из четырех человек, стоящих там, двое из них, должно быть, потеряли свой шарики, потому что они были заняты, хлопая в ладоши. Ким Сэ-Джин посмотрел на них, пока его выражение отражало, насколько абсурдной была эта ситуация. И эта ситуация была такой. Около 20 минут назад, когда он блуждал по низкой охотничьей земле среднего уровня, Сэ-Джин столкнулся с взрослым агром, существом, которого не должно было быть там. Несмотря на то, что у него не было никаких отличительных признаков, таких как узоры или рога, взрослый агр все еще считался монстром верхнего среднего уровня, который должен был быть найден только на верхнем участке охоты на среднем уровне. Агр, который, казалось, появился из ниоткуда, был занят погоней за этой группой людей. Ким Сэ-Джин даже не колебался на секунду, прежде чем активировать умение воина восстановления и взял на себя агро. Разве мы не должны бежать? Нет, это нормально. Этот орк не убивает людей. Нет, нет, я это знаю. Но, хотя он может и не убивать, все равно может сильно навредить вам, верно? О, я забыл об этом. К счастью, одна из групп Суин с ушами, дрожащими от страха, казалось, находилась в правильном расположении духа. Ладно, держись на секунду. Лем, давай быстро сделаем селфи. Однако, вместо того, чтобы осознать свою ошибку, женщина, возможно, рыцарь решила сделать что-то еще более глупое. Найдя это до волна нелепым, Сэ-Джин начал медленно идти к этой женщине. У меня получилось. Бежим. Эта женщина-рыцарь действительно ждала, пока орк не будет хорошо выглядеть на экране камеры, прежде чем щелкнуть изображение. И как только это было сделано, она быстро убежала, как будто ее ноги были в огне. Действительно, мир огромен, и там действительно слишком много сумасшедших идиотов. Вспоминая знаменитую линию откуда-то, Сэ-Джин приблизился к мертвому агру и вытащил камень мана из неподвижного сердца существа. Камень мана из взрослого агра. Если бы он использовал это как базовый ингредиент для своих татуировок, то, без сомнения, он должен был получить огромный толчок к его общей силе. Просто думая о получении силы агра, сделала демона орка действительно счастливым. Хайринге? Однако, Сэ-Джин обнаружил что-то, что привязано к бедрам мертвого монстра. Когда он посмотрел поближе, это было яйцо. Это было яйцо с липкой поверхностью, которое помогало ему легко наклеиваться на что угодно. И что касается базы знаний Сэ-Джина, он знал только одно яйцо монстра, которое могло бы это сделать глава 56. Грифон – странный монстр, обладающий головой и крыльями ястреба, телма льва и его передние конечности, похожие на ястреба. Грифоны, которые управляли небесами охотничьего угодья среднего уровня, были довольно хорошо известны общественности благодаря их достойному внешнему виду. И еще одна вещь. Поверхности яиц Грифона были странно липкими, что позволяло им цепляться почти за все. Охотники и рыцари, охотящиеся в этом регионе, могли найти эти яйца, хотя и в очень редких случаях. Это подобрал тот Огр, когда прогуливался. Сэ-Джин Орг подошел к яйцу Грифона под рожащим следом и поднял его. Уникальная жидкость чувствовалась ледяной в кончиках пальцев. «Мне теперь это есть?» Он просканировал все яйцо, слегка сглотнув. Из слов тех людей, которые случайно обнаружили яйца, яйцо Грифона было абсолютно небесным. Кроме того, существо внутри этого яйца было монстром, который определенно стал бы головной болью для человечества. В конце концов, из-за своей природы инстинктов, даже новорожденный не мог быть приручен человеческими руками, что сделало его разумным, почему в этом отношении они упоминались как монстры, кахаем. Итак, поскольку он думал о том, жарить или сварить яйцо, как буквально из ниоткуда окно с предупреждением, заполненное списком пассивных навыков, которым он обладал, поднялся до его взгляда. Пассивный навык «Хищник» уровень мастерства навыка С. Хозяин будет сильнее, чем больше врагов он устранит. Хищник может чувствовать страх перед хищником и может сдаться пожелать подчиниться правилу хозяина. Было такое умение именно для такой ситуации. Пассивный навык, который он приобрел, когда стал оборотнем, который можно было использовать во всех его формах. Поскольку между людьми не было буквальных отношений между добычей и хищником, навык не применялся, но сейчас это было очень применимо. Честно говоря, разве он не думал о том, чтобы вытащить солнечный свет из этого яйца всего лишь 30 секунд назад? Кхеруин, когда он представлял себе сцену орка, может быть даже человек на грифоне, теперь это было круто. По какой-то причине он выпустил поддельный кашель, а затем поместил яйцо грифона в расширяющийся карман. Это была пятница следующей недели и день, когда будут собраны сотрудники общества Монстр. Ким Сэ Джин потратил почти час на завершение интервью. Первое, что он искал, это способности, и поэтому он собрал тех, у кого были собраны богатые золотые ауры. Число претендентов уменьшилось с 270 до 30 именно таким образом. И после этого он провел личную встречу лицом к лицу с каждым человеком, чтобы проверить их реальный характер соответственно. Злые ребята были теми, кого можно было избежать, но в то же время настоящие хорошие ботинки не были хороши. Однако узнав, что глаза 27 претендентов были окрашены в черный цвет, Сэ Джину не было выбора, кроме как нанять оставшихся троих с чистейшими цветами. Теперь, когда он посмотрел на этот процесс, он каким-то образом стал тем, у кого был ужасный показатель неудачи 91, но Сэ Джин почувствовал удовлетворение в вере в то, что в итоге он нанял хороших людей. «Добро пожаловать в команду», — сказала Ким Сэ Джин, глядя на группу одной женщины и двух мужчин перед собой. «Меня зовут Ким Сэ Джин, председатель общества, это наша честь». Все трое ответили с полной энергией. «Пожалуйста, представьтесь, с левой стороны. Мисс Сэ Джин Хуэй в первую очередь, а да, ага. Им, меня зовут Сэ Джин Хуэй, и я работала в течение двух лет, как суслик в отделе планирования электроники рассвета. Сэ Джин Хуэй была милой молодой женщиной с веснушками на щеках. Ее ответы звучали довольно напряженно, так как она сильно нервничала. Тем не менее, Сэ Джин слегка наклонил голову. Золотая аура, исходящая от нее, была самой сильной из трех здесь, так почему она провела два года как суслик? «Меня зовут Джо Хансун, и я также из электроники рассвета, на этот раз в качестве заместителя в отделе маркетинга. Затем был парень с крепким телосложением, Джо Хансун. На этот раз все было также загадочно. Казалось, он обладал хорошими способностями, и он, конечно же, не был молодым новичком, так почему же только заместитель?» Сэ Джин и его отсутствие базы знаний все еще знали, что заместитель отдела не занимает высокое положение. «Меня зовут Ю Донг. Раньше я работал генеральным менеджером в финансовом отделе торговой компании «Рассвета», но ждал подходящего времени для этой добровольной отставки. Ха-ха. Но в итоге я получил еще одну возможность. «Я искренне благодарен. Спасибо. Л. Добровольная отставка?» Уходит в отставку до официального пенсионного возраста. Мужчина средних лет с необычным именем честно улыбнулся, почесывая затылок. Теперь, когда он услышал их представление, в сердце Сэ Джина укоренилось странное чувство. В рядах корпорации «Рассвет» было много привлекательных людей, обладающих хорошими способностями, прекрасным образованием, а также множеством достижений. Тем не менее, он теперь слышал, что эти трое людей с хорошими личностями должны либо тратить время впустую как низкоуровневый сотрудник, либо ждать выхода на пенсию. Это потому, что их коллеги опасались их, или их эксплуатировали их начальники или коллеги, которые унижали их за их добрые сердца? Хорошо, благодарю вас за ваши выступления. С этого момента все трое начнут работать в качестве начальников ваших соответствующих отделов. Какими бы ни были их жизненные истории до сих пор, Сэ Джин не планировал общаться с этими людьми, которые были переполнены способностями и потенциалом. А, э, при внезапном заявлении Сэ Джина лица трех быстро претерпели изменения. Их глаза расширились, и их челюсти ударились о пол. Лица полнейшего шока, они ни разу за миллион лет не мечтали начать новую работу с такой высокой должности, как начальник отдела, просто так. Так, специально для общества Монстр, который был занят, выделяясь в различных прожекторах социальных сетей, новостных статьях и т.д. и т.п. Знаете, не нужно так удивляться. Есть только три сотрудника и только три отдела, поэтому вполне естественно, что вы, ребята, становитесь руководителями отделов. Выступая так, Сэ Джин поднял толстую груду документов, лежащих на полу, и положил стопку на стол с большим ударом. Ни одну, стук, стук, стук. Всего четыре стопки. Шок от внезапного продвижения на пост начальника отдела длился всего лишь короткое время. Новые сотрудники долгое время глотали страшный объем работы, внося свой вклад. Это груда для куклы Афаны. Это здесь для всех запросов о партнерстве от разных мастеров. И это здесь для формы заявки члена общества. Ах, не волнуйтесь об этой груди, мы можем просто сжечь их всех. К счастью, из-за всех возможных страданий одна из огромных кучей документов опустилась ниже стола. Последней должна быть подробная информация о финансовых сделках, касающихся зелий и вооружений, созданных членами общества. Ну тогда, пожалуйста, возьмите эти стыки в соответствии с вашими специальностями и приложите все усилия. Ким Сэджин громко хлопнул в ладоши. Как только он это сделал, временные сотрудники, которых он заимствовал из кузницы Орка, вошли в кабинет председателя. Они покажут вам ваши личные офисы. О, и когда вы закончите, ну, пожалуйста, составьте отчеты, содержащие резюме этого и того, и я был бы признателен, если бы они были короткими и легкими для чтения. Кроме того, если вам нужно больше помощи, пожалуйста, используйте свое усмотрение и принесите некоторых других. Я посмотрю, и если они способны, я сразу уже вставлю их. Знаете, как парашюты. Л. Х. М. М. Термин парашюты не является буквальным, парашют с самолета или что-то еще, но больше похож на найм человека и размещение их на важных позициях, основанных исключительно на прихоти ребят, которые нанимают. В большинстве случаев вы можете обвинить их в кумовстве, поскольку это самый распространенный пример парашютного спорта. Когда Ким Сэджин ярко улыбнулся трем, новые сотрудники могли только кивать головами в оцепенении. После этого прошла еще одна неделя, и наконец было решено, кто станет владельцем третьей куклы Афаны. Условия, данные рассветом, были самыми лучшими, и престиж ворона был самым высоким, но, честно говоря, с этими двумя доминирующими все время было немного нераскрытым, поэтому Сэджин выбрал орден рыцарей Дайбыка. Собственно, правительство также просило его сделать это. Причинами этого были вице-мастер ордена Айенхек и его сына Десу, так как они горячо умоляли его, и их предложение было лишь немного хуже, чем от ордена рассвета. Когда это решение было обнародовано, результаты поиска в режиме реального времени стали полны только историями монстр рыцарский орден Дайбык, а также куклы Афаны. Слух, плавающий вокруг виноградной лозы, состоял в том, что в день объявления все рыцари и охотники, связанные с орденом Дайбыка, собрались вместе на празднование и наслаждались победным праздником или чем-то подобным. Кроме того, план заключался в том, что куклу Афану сопровождают взводы рыцарей и официальные государственные транспортные средства, отправленные приказом Дайбыка в его штаб-квартиру двумя днями позже, как раз тогда, когда он вылупится. Однако, в настоящее время человек ответственный за то, чтобы сделать все, что в интернете, был очень нетерпелив из-за одного яйца. Он слышал, что грифоны быстро вылупляются, чтобы обеспечить свое выживание, но прошло уже больше недели с тех пор, как он принес яйцо домой. Беспокоясь о том, что, либо птенец умер внутри яйца, либо, может быть, это могло быть неоплодотворенное яйцо, то глубоко обеспокоенный Ким Сэ Джин в своей форме гоблина, занятый, бродил вокруг своего дома, не делая перерыв. SFX для яичного вибрирования. Сразу же, незаметное дрожание произошло от яйца, сидящего внутри инкубатора. Сразу же Сэ Джин подбежал к машине и опустился на колени. Внезапно на него рухнуло новое беспокойство. Какую форму он должен использовать, чтобы поприветствовать этого маленького парня, орка, человека или гоблина? К сожалению, времени на нерешительность было мало. Яйцо, дрожащее только что, внезапно взлетело и безумно начало прыгать. Ау! В конце концов, Сэ Джин принял человеческую форму и приблизился к яйцу. Как по команде, яйцо разломилось, и небольшая, милая форма жизни появилась в мире со слабыми криками пияк, пияк. Сэджин забыл, что он хотел сказать в тот момент. Неважно, был ли это человек или животные, новорожденные были самыми симпатичными. Это маленькое существо, которое еще даже не открыло глаза, было столь привлекательным. Пияк-пияк-пияк-пияк-пияк-пияк-пияк-пияк-пияк. Однако реальность заключалась в том, как бы ни было симпатичным существо, оно все еще было отпрыском монстра. Из его крошечного клюва взорвался громовой рев. Только тогда Сэджин смог восстановить свое чувство от ошеломленного состояния, вызванного его милой внешностью, и он начал активно использовать навык хищник. Он начал гладить голову младенца Грифона, отправляя свои мысли об абсолютном послушании и подчинении к существованию, например, «Я твой хозяин». Пияк-пияк-пияк-пияк. Вскоре громовые ревы успокоились, пока не стало громче, чем какое-то сильное дыхание. Это была сцена, где впервые в истории человеку удалось приручить монстра, а Грифон превратился в своего рода домашнее животное. Так мило. Сэджин пробормотал, опустив голову. Его гладкий мех и нежная кожа были настолько мягкими. Младенец Грифон еще не полностью открыл глаза, но он повернул голову к руке, которая касалась его и начала высовывать язык, а потом начал лизать его руку. Сэджин с отцовской улыбкой посмотрел на тварь. Ах! Однако ему предстояло еще кое-что сделать. Владельцем Грифона был не только Сэджин в человеческой форме. Он превратился в орка, а затем в форму гоблина, по одному, чтобы убедиться, что Грифон узнает их. К счастью, птенец Грифон не знал пути этого мира и смог принять все без суеты. Хэм. И какое-то время прошло так. Сэджин снова вернулся к своей человеческой форме и активировал глаза волка. Ему было любопытно узнать потенциал этого существа. Ах! Это слишком плохо. К сожалению, аура, выходящая из Грифона, была ничем не примечательна, насколько это возможно. Но все нормально. Однако это не имело никакого значения. Когда он вырастет здоровым, тогда он превратит его в самого сильного Грифона в мире с несколькими хорошо расположенными волшебными татуировками. Время течет, как проточная вода и возможное прибытие ветров весны тепло обняло голые деревья, наконец, пробудив их в начале нового жизненного цикла. В течение этого периода многие вопросы, касающиеся Ким Сэджина и его общества «Монстр» росли и падали. Прежде всего, кузнец Орг обнаружил два новых оружия. Один из них был оценен фирменными товарами 5 Гуранга, что в итоге привело к значительному шоку. Рейтинг брендовых товаров был разделен на 5 подкатегорий, и чем ближе позиция к первому рангу, тем лучше его качество. Однако в процессе раскрытия этого оружия наблюдалось большое недовольство. Причина заключалась в том, что Орг закончил продажу этого фирменного товара иностранцу. Человек, который приобрел оружие Орга, был рыцарем, связанным с Орденом Рыцарей, одним из пяти лучших в Северной Америке, вице-магистром ордена Веритаса Анджелой. Сделка была успешной только потому, что мастер по приказу лично посетил кузницу Орга, а также тот факт, что ее серьезная и достойная просьба была произнесена на корейском языке. Тем не менее, корейские ордена рыцарей и средства массовой информации разорвали эти факты, как пачку диких сумасшедших сучек. Клевета распространялась неконтролируемо, как дикий огонь. Один говорил, что, поскольку Анджела была одной из красивейшей женщины на планете, она либо соблазнила Орга-кузнеца, либо даже продала свое тело за услугу. Другой сказал, что, поскольку Орг продал забронированные торговые оружия, он был предателем нации и т.д. и т.п. Это вынудило Сэджина выпустить заявление в СНС. Первоначально он думал о проведении пресс-конференции, но потом, по крайней мере официально, он не был мастером Оргом, поэтому он подумал, что это не подходит, что заставило его выбрать СНС. Когда корейский рыцарь поднимается до определенного ранга, он или она начинает думать, что стыдно быть публично замеченным во время посещения кузнеца. К сожалению для них, кузнецы также имеют свою честь. И поэтому Орг-кузнец выбрал мисс Анджелу, которая относилась к нему с уважением. Его пост был распространен среди его 400 тысяч последователей, и вскоре Юса Джун и Ким Юрин также поделились им и с помощью рассвета общественное мнение по этому вопросу полностью изменилось почти за одну ночь. Между прочим, Анджела тоже стала его последователем в СНС. Стрелы вина и критики были затем жестко указаны на ордена рыцарей, а средства массовой информации предвзято отнеслись к указанным приказам, а некоторые говорили, что уволив кузнецов в этом типично самодовольном отношении, республика Корея не читала постоянно меняющийся поток мир. Однако, вся эта война слов зарылась очень быстро благодаря появлению новой «горячей темы». И это была новость о том, что Орден Рассвет присоединился к рыцарю верхнего среднего уровня. Джуджи Хек стал новым членом общества «Монстр». Общество Сэджина выросло до такой степени, что каждый маленький слух о допуске и увольнении его членов вызовет волнение. Поэтому, только через день после того, как он представил официальные документы соответствующему государственному органу, бесчисленное количество статей взорвалось в открытом доступе. Сразу же, репортеры закидали Джи Хека с просьбами об интервью и съемках фильма. Что касается самого человека, хотя он был довольно взволнован этим развитием событий, он все же сумел ответить как можно более нормально. Председатель Ким Сэджин восхищается каждым членом общества, и я глубоко признателен за возможность присоединиться к ним. Кроме того, просто став членом «Монстра», Джуджи Хек теперь был выбран в качестве одного из 30 самых перспективных рыцарей, чтобы наблюдать в этом году в авторитетом во всем, что связано с рыцарем, еженедельном издании «Ночь рыцаря». Это имя автор писал даже на английском языке. Однако, председатель, ответственный за все это внимание и шум, в настоящее время застрял в определенной пещере в поле «Монстр». Ты можешь летать? Форма орка Ким Сэджин была занята отправкой мысленных приказов Грифону, сидя на вершине седла, установленного на спине существа. Киррак, Грифон с его довольно большим телом наклонил голову, пока его язык свисал. Удивительная скорость роста была специфической чертой монстров. Всего через три недели после рождения Грифон вырос до уровня, сравнимого с подростком. Я сказал, ты можешь летать? Сэджин назвал своего Грифона Мофином. Он взял риф с Грифона, а затем каким-то образом превратил это в булочку. Когда Мофин, казалось, не понимал, что он говорит, Сэджин выслал еще одно мысленное сообщение. Но, как будто Мофин неправильно понял его намерение, он вытянул голову к себе и стал лизать его лицо. Хриунг, Хириеринг. В конце концов, Сэджин начал сердиться, и только тогда Мофин понял его намерение. SFX для шелеста ветра через перья. Когда ветры скользнули между перьями гигантской поры взмахивающих истребиных крыльев, Мофин начал подниматься к небу, неся Сэджина на спине. Поскольку он еще не вырос полностью до взрослого, и с большим весом орка, добавленным сверху, они могли только опробовать полет на низкой высоте, который едва очищал вершины деревьев. Но чувство, которое Сэджин испытывал в тот момент, было неописуемо удивительным. Пока он не услышал встревоженные крики неизвестных людей снизу, у-у-у, это Грифон. Полет на низкой высоте был обнаружен очень быстро, и охотники и рыцари, занимающиеся торговлей здесь, на охотничьем угодье самого низкого уровня, даже не задержались, чтобы подтвердить, кто ехал на вершине Грифона, прежде чем поспешно убежать. Поскольку это должно было стать неприятностью, Сэджину пришлось приземлиться на землю, проведя всего несколько коротких минут полета. Как жаль, он облизнул губы, когда он отвел Мафина на место отдыха, которое он создал в пещере. Я хочу отвезти тебя домой. Возвращаясь к своей человеческой форме, Сэджин вздохнул и погладил голову Грифона. Он нашел свою булочку такой привлекательной, что ее глаза взорвались в полумесяце от полного удовольствия. Он медленно встал со своего места, глубоко мучившись, должен ли он провести пресс-конференцию, а затем просто объявить миру, что ему удалось приручить монстра. Я вернусь к ночи. Подожди меня здесь. Сэджин махнул рукой, когда он вышел из пещеры. И вскоре после этого, оставшись в полном одиночестве, Мафин ударил игрушку, которую Сэджин оставил для него с двумя предплечьями, а затем зевнул, как будто это было скучно. Как будто улыбка, которую он показал Сэджину только что, была вынужденной, его текущее состояние было холодным и отстраненным. Глава 57-4 апреля, время, когда небо медленно становилось яснее. Когда ее обучение закончилось раньше, чем ожидалось, Ю Сэджину не оставалось ничего, кроме как отправиться в штаб-квартиру монстра, расположенного в провинции Конванда. Это было для того, чтобы проверить, как все развиваются в обществе, а также поделиться разговором с председателем Ким Сэджином. Здание штаб-квартиры выглядит очень красиво. Однако была ложка дегтя в ее бочке меда. Верхний рыцарь среднего уровня, Джуджихек. Его глаза кружились, когда он изучал здание своего общества. Было немного сложно поверить, что такая стильная и тщательно сконструированная структура была зарезервирована для эксклюзивного использования единого общества С-класса. Да, хорошо. Это совершенно очевидно, не так ли? В конце концов, корпорация Рассвет ее построила. Так что, конечно, хорошо. Юсэ Джун бескорыстно ответила и вошла в здание, делая этот характерный шум отпоры высоких каблуков. Джуджихек внимательно следил за ней. Добро пожаловать. Как только они вошли на прием, их встретила невероятно красивая женщина. Счетчик на первом этаже был укомплектован женщиной-эльфом. Брови Юсэ Джуна сузились почти сразу, как только она заметила эльфа и со странным выражением подошла к секретарю. Ты здесь сотрудник? Да. Я работал менеджером в кузнице Орка до того, как был продвинут на эту должность. Даже когда он насторожился от осторожного голоса Юсэ Джуна, эльф ответил очень вежливо. Хэм. Ну ладно. Вот и все. Но где Сэ Джуна попрямо сейчас? Председатель общества пришел рано утром, но теперь он вернулся домой. Ах. Юсэ Джун слегка прикусила нижнюю губу. По какой-то причине она чувствовала раздражение. Если бы Сэ Джун просто ответил на ее сообщение, тогда она бы не потратила время на то, чтобы приехать сюда вот так. Какого черта он мог сделать за эти три часа? Поняла. Юсэ Джун ответил кратко и повернулся на каблуках, чтобы выйти из здания, но потом. О, так плохо. Ах, кстати, не могли бы вы сказать мне, где находится учебное заведение? Джуджи Хек начал спрашивать о тренировочном центре, о котором она даже не знала. Юсэ Джун взглянула на него с безумным выражением лица. Тренировочный центр. Теперь почему бы? Это на первом уровне цокольного этажа регистратор ильфов. Извините, это действительно здесь? Я имею в виду, но почему это здесь? Юсэ Джун. Извините. Я не знаю причин, но председатель поручил построить два. Один находится в подвале, а другой на верхнем этаже. Верхний этаж предназначен только для личного использования председателем, но он еще не завершен. Регистратор ильфов. Юсэ Джун удивилась словам ильфа и начала смотреть на Джуджи Хека. Ее взгляд, казалось, содержал несколько сложных значений, в том числе тот, который сказал, как, черт возьми, вы знаете то, чего я не знаю до сих пор. Ах, это хорошо. Председатель позвонил мне не так давно. Он сказал, что прототип куклы Афаны версии 2.0 установлен там, поэтому я должен приехать и проверить его, когда найду свободное время. Джуджи Хек почесал затылок и медленно продвинулся к входу в лифт. И Юсэ Джун просто ошеломленно уставилась на спину. В то время как Юсэ Джун чувствовала себя подавленной Ким Сэ Джином, сам человек завершил свою квоту на охоту в течение дня и расслабленно возвращался на остальную остановку поля монстров. Были случаи одновременного и частого возникновения вспышек монстров во всем мире. В настоящее время многие города в Соединенных Штатах Америки, Японии и Китае сталкиваются с этими вспышками, но не только это. Мир дрожит от страха перед откровением, что причины этих вспышек это не трещины. Как только он прибыл на место отдыха, первым делом, что он услышал, была передача новостей с телевизора, установленного сбоку. Оставшиеся рыцари и охотники уделяли пристальное внимание необычному характеру новостей, обсуждая это между собой, но у Сэ Джина не было времени на это. У него было всего 5 часов каждый день, и это было слишком мало, чтобы жить как человек. Кроме того, сегодня он должен был пойти в банк. Итак, он ускорил шаг. Благодарю вас за ваше покровительство. Сидя в вип-зале банка Конванда, Ким Сэ Джин проверил последний баланс, напечатанный в его банковской книге, будучи обработанным с предельной вежливостью менеджером филиала. А боже, они были огромны или что? Американский рыцарь Анджела заплатила около 18 миллионов долларов США за оружие, так что это было понятно, но он уверен, что не ожидал, что она снова отправит еще 18 миллионов долларов. Менеджер филиала банка осторожно сделал свое предложение, потирая руки как комнатная муха. Тем не менее, цвет, видимый в его глазах, плохо опирался на неправильную сторону, поэтому Сэ Джин холодно покачал головой. Нет, спасибо. Я позабочусь. Ква-энг. Откуда ни возьмись раздался мощный взрыв. Затем после него последовал жуткая дрожь. В этих зловещих событиях Сэ Джин и менеджер филиала застыли на месте. Что было? Эй-эй-эй-энг. На этот раз взрыв был еще громче, чем тот, который был до этого. Чувствуя, что что-то пошло не так, Сэ Джин быстро нажал на окно и попытался оценить ситуацию снаружи. Что это за фигня? И он начал бормотать в полном оцепенении, не осознавая этого. Может быть, новости, которые он слушал, выходя из места отдыха, должны были быть знаком. SFX для громкого визга монстров. Центр города Конванда превратился в сцену из ада. Это даже было похоже на дежавю вспышки сеульского монстра. Гигантские виверны висели в голубом небе, словно собирали темные облака, и горгульи отстреливались от злых магических заклинаний в землю, будучи поддержанными этими вивернами. Мало того, что там было бесчисленное количество монстров, выстраивающихся в тротуар. Не только волки, гоблины и другие низкоуровневые монстры, но даже личи, агры, а также мантикора. Этого было достаточно, чтобы заставить его задаться вопросом, было ли это поле монстров или посередине города. Эй, чувак, тебе нужно. Сэджин собирался спросить менеджера отделения о том, как он справится с этой внезапно разворачивающейся чрезвычайной ситуацией, но менеджер по управлению финансами уже выбежал из вип-комнаты, как выпущенная стрела. Как и ожидалось, тело человека никогда не будет лгать. Глубоко вздохнув, Сэджин собирался разбить окна и уйти отсюда. Кия-я. Что, что здесь происходит? Уа-ха-ха. Беги. Беги отсюда. Но прежде, чем он смог это сделать, крики людей, приходящих снизу, сильно загрузили его разум. Он мог подтвердить носом, что ближайшим монстром оказались орки мантикора. Он мог как-то разобраться с орками, прекрасно, но в человеческой форме Ким Сэджин не имел надежды в аду против мантикоры. SFX для разбивания окна. Сэджин сдался. Он ударил кулаком по стеклу, и оно так легко разбилось. И он собирался спрыгнуть вниз и убежать, когда... SFX для маленького плачущего ребенка. Его тело застыло, услышав запоздалые крики ребенка снизу. Он стиснул зубы и быстро осмотрел комнату вип. Глаза волка также могли видеть скрытые вещи так же, как он мог обнаружить ауры людей. К счастью, он не видел никаких камер видеонаблюдения, установленных в этом вип-зале. Ха-ха. Он вздохнул. Когда он сконцентрировал свои обонятельные чувства, он почувствовал много признаков рыцарей, поспешно мобилизующихся, так как это был центр города, но все они находились на некотором расстоянии от того места, где он был. И я даже не супергеро из комикса 60х годов. Еще один прием глубокого вздоха. И затем, в комнате вип вместо Ким Сэ Джин стоял орк. Кра-эр. Орк сделал шаг назад, прежде чем грубо набросился на ноги и бросился к окну. SFX для разрушения бетонной стены. Не только окна, но и стены банка рухнула вниз, и в этом промежутке гигантский орк упал, как падающий метеор. Ква-энк. Мощная ударная волна распространилась по мере ее выхода на берег. В этот момент люди, бегущие от монстров, а также монстры, которые преследуют людей, застыли на месте и уставились на орка, который падал с неба. С его телом, покрытым синими чешуйками и зловещей аурой, сочившийся из его глаз, орк поменял концы своего взгляда между людьми и монстрами, прежде чем направить свой жезл в сторону соседнего монстра. В тот момент, когда неизвестные монстры спустились на город, заместитель директора филиала банка придумал гениальную идею на месте и активировал системы безопасности здания. И благодаря этому клиенты внутри банка были временно безопасны. Кванг-кванг-кванг. Но, как предполагалось, это была просто временная передышка. Защитные листы с металлической защитой от маны, блокирующие выходы, трескались под напряжением постоянного заграждения от монстров. Может быть только два результата, если все будет продолжаться. Металлические листы сломаются до прибытия рыцарей, или все здания могло бы разрушиться от нападений монстров. Фу. Заместитель менеджера вздохнул. Здесь было слишком много людей для защиты. Однако, SFX для распаковки металла. От одного особо сильного удара промежутки между металлическими листами расширились, как если бы они могли разделиться в любой момент. На самом деле больше не осталось времени. Теперь он должен был решить. Заместитель менеджера крепко сжал кулаки и закричал. Все, встаньте и направляйтесь в хранилище банка. Одно место в банке, которое лучше всего защищало деньги, было его хранилищем, и это могло бы также защитить людей. Но эта идея пришла слишком поздно. Прежде чем кто-нибудь мог действовать. Квайанг. Листы, усиленные маной, дали в начале. SFX для шагов монстра. Безмятежные шаги монстра, которые контрастировали с хаосом снаружи, отскочили в стенах банка, и этого было достаточно, чтобы внушить отчаяние всем присутствующим здесь людям. Лицо, похожее на лицо человека, тело льва и пара крыльев, как у летучих мышей на спине ужасный монстр Химера. Верхний среднеуровневый монстр печально известен своей злобой, а также своим физической силой Монтикора. Существо вошло в банк с улыбкой на лице, а затем неторопливо просканировало толпу испуганных людей, и затем он поплелся к женщине, держащей ребенка на руках. Даже когда Монтикора приблизилась к ней, мать не отпускала своего ребенка, когда из ее глаз выпадали потоки страшных слез, кихихи. Однако, казалось, Монтикора наслаждалась ее внешностью. Он облизнул губы и рассмеялся. Звук, исходящий от кривых губ на этом человекоподобном лице, также звучал довольно близко к звуку человека. Уха-ха-ха. Монтикора больше не ждала. Монстр продолжал смеяться над этим злым и мерзким образом, поскольку щупальца, действующие как его хвост, начала делиться на десятки, а затем на сотни нитей. Он готовил жестокое нападение, которое превратило бы каждого из них в этот банки в мясную пасту в одно мгновение. И когда люди закрыли глаза в страхе перед ужасной смертью, рев, наполненный боевым духом, который не мог быть описан словами, раздавался повсюду. SFX для громких, мощных шагов. И сразу после этого, сопровождаясь сильными звуками, гигантский силуэт бросился к Монтикоре и взмахнул своим оружием. Хеек. Оружие врезалось в лицо Монтикоре, когда она глотала воздух. И Монтикора была запущена в более глубокие части банка, как пустая банка соды. Человек без формы жизни, который сдул Монтикору одним выстрелом, был Орк. И это был Орк с телом, покрытым синими чешуйками. Это было существо, достаточно известное для некоторых людей здесь, чтобы признать это, также известный как Демон Орк. Наступило молчание при этом внезапном в ходе маловероятного союзника. Конечно, эта тишина длилась недолго. Монстры хлынули из теперь сломанных дверей банка. И Орк твердо стоял там, как страж, и начал уничтожать все, что было на его пути. Всякий раз, когда он размахивал своим жезлом, конечности монстров легко оторвались, как куски ткани, а рваные кусочки летали в воздухе. Кровь брызнула, как фонтаны, и покрыла внутреннюю часть банка, оставив позади странный и липкий беспорядок. Чтобы это не было, это было мучительное зрелище. Но для мирных жителей, смотрящих на спину этого Орка, они ощущали это необъяснимое чувство доверия. Хе-хе-хе-хе-хеу-хеу. Черт, он не умер. Когда Орк сражался, смех Монтикора издавался издалека. Сэджин закусил губы в этом тревожном повороте событий. Он попытался убить его одним выстрелом, поэтому он даже активировал разворот воина и жестокие удара. но Монтикора действительно оправдала свой позор, SFX для тяжелых шагов. Он слышал звуки льва, бегущего за его спиной. Тем не менее, фронт его также был забит монстрами, так как он мог обратить внимание на свою спину, затем он решил оставить все чешуи Левиафана, Кваа и Икк. Но, вопреки его надеждам, клыки Монтикоры легко проникли в чешую Левиафана. Из-за обжигающей боли, вырвавшейся из его плеча, Сэджину пришлось кричать от боли. И эта боль вскоре превратилась в гнев. Он резко взревел, прежде чем схватить хвост Монтикоры и тяжело бросил ее в стену. Но это означало, что он не мог иметь дело с монстрами на своем фронте. На этот раз настал черед скелета. Верный своей славе, как нечестивый скелетный воин, сформированный из костей дракона, его могущество было значительным. SFX для удара лезвия по коже. Медный холодный костный меч, брошенный монстром, оставил глубокую рану на орке. Я должен выбраться отсюда. Получив два критических удара, и с истечением срока, в течение которого разворот воина подходит к концу, у него закружилась голова. К счастью, у него все еще было средство бегства в виде вихревой черты, поэтому теперь было разумно остановиться здесь и оставить все для рыцарей. Краер. Но до этого ему просто нужно было разбить этого уродливого ублюдка скелета, иначе ему не станет лучше, поэтому он сильно взмахнул жезлом по голове костлявого монстра. SFX для разбрасывания вещей. Череп монстра, пораженный сильным ударом, содержащим всю силу орка, взорвался крошечными кусочками и рассеялся по ветру. Затем сила покинула расы Джина из-за нагрузок на ведро, заставив ноги дрогнуть. Несмотря на то, что Монтикора все еще жива, это было явно его предел. Однако, внезапно ворвался гнев. Орк ненавидел отступать больше, чем поражение, и ненавидел поражение больше, чем саму смерть. Было ли это что-то вроде инстинкта его расы или цепи логики орков, за которыми нужно следовать, несмотря ни на что, откуда-то глубоко внутри него, неопределенное стремление к битве и гневу, хлынули яростно. Было просто невозможно сдержать все эти эмоции, и поэтому Сэджин издал мощный рев, даже не осознавая этого. Орк снова схватил жезл еще раз, и прямо в этот момент. Неожиданное окно предупреждения всплыло на его взгляд. Одновременно сонное сознание протрезвело, и мучительная боль от его ран сразу исчезла. Условие завершено. Отчаянная битва за выживание, упорство орка, 2.2. Форма монстра орка Ягуара превратится в великого воина орка. Пассивный навык, особое качество воина, уровень навыка F. Глава 58. У него даже не было времени проверить новое умение. Как только он превратился в великого воина орка, воин разворота снова активировался. Сразу же, его выносливость, которая оказалась на самом дне, снова поднялась, как восходящий апперкот дракона, и невыносимая сила распространилась по всему телу. Орк издал рев, который мог разорвать мир, и затем он мощно ударил своим жезлом по пустому воздуху. Кваэнк. Ударная волна, распространяющаяся из воздуха, сформировала форму полумесяца и превратила каждого монстра, вступающего в контакт, в пух и прах. Как и ожидалось, мощность дисплея была на другом уровне по сравнению с показателем орка Ягуара. И с этой единственной атакой монстры, наводнившие его фронт, были полностью уничтожили. Конечно, осталось еще одно существо. Орк выдохнул и обернулся. Монтикора отступила назад и осматривала ситуацию после того, как сила орка внезапно изменилась, как будто она изучала сцену, ее щупальцевидный хвост слегка покачивался назад и вперед. К несчастью для монстра, инстинкты орка не позволяли бы такого спокойного отношения. Орк бросился к Монтикоре, когда его ноги сокрушили плитки пола банка. Невероятный оборот скорости, отображаемый существом, не соответствовал его огромному мускулистому телу. Просто нет времени, чтобы Монтикора предприняла уклончивое действие. Она могла только беспомощно смотреть на приближающийся жезл, которым владел орк. Грохот. Это был последний заключительный удар. Атака с каждой каплей власти, вытесненная из орка, отделила голову Монтикоры от ее тела чисто. Всплеск. И после того, как она потеряла голову, липкая кровь Монтикоры расплылась на пол. Единственное, что осталось после, было молчание. Переполняющая аура опасности, сочившаяся у великого воина орка, отпугнула нижних многоуровневых монстров от приближения, и благодаря этому банк мог каким-то образом насладиться длительным приступом тишины, что, очевидно, противоречило суровой чрезвычайной ситуации снаружи. Однако, к сожалению, сама ситуация с Сэджином была не столь стабильной на данный момент. Черт побери, кровотечение не остановится. Дыша с некоторым трудом, Сэджин споткнулся на мгновение или два, выдержав последствия, а затем начал двигать ногами. Когда ослепленные глаза клиентов банка следовали за ним, он полностью удалился из банка. Было ли это потому, что он дважды использовал воина разворота, а также злоупотреблял ожесточенным ударом. Его сознание становилось более сонным, а его взгляд быстро размывался. Еще он искал пустынную местность. Если бы он закончил это так, то все, что он создал до сих пор исчезнет. Он никогда не допустил бы, чтобы это произошло. Он отчаянно ходил туда и обратно, пока не нашел частично разрушенное здание. Он быстро спрятался между обломками и еще раз убедился, что вокруг него не было глаз. К счастью, их не было, но даже если они были, его время все равно закончилось. Затем он впервые принял форму черного волка и активировал вихрь. Как черная молния, волк быстро продвигался к безопасности своего дома. То, как это событие развернулось, было очень похоже на то, как разразилась вспышка монстров, произошедшая в Сеуле полгода назад. Но было одно важное различие. Вывод из исследования причины этого беспорядка состоял в том, что нигде не было обнаружено ни одного следа трещины. Двумя способами монстры могли напасть в город. Одна из них заключалась в том, что перед поселением открылась трещина, и бесчисленные монстры, содержащиеся внутри, вылились, как град. Другая возможность заключалась в том, что некоторые дикие монстры, бесцельно блуждающие за пределами поля монстр, каким-то образом уклонялись от патрулей и шли в соседний город. Поскольку нет трещины, прежний вариант должен был быть отклонен. Но в этом случае было слишком много монстров, чтобы сказать, что последний вариант был причиной. Таким образом, правительство, а также следователи ААН не могли даже понять потенциальную причину этого инцидента. Кроме того, случилось еще одно несчастье. Поистине разрушительная новость транслировалась, что вызвало много шума среди так называемых экспертов, и в то же время это вызвало много фанфаров у широкой публики. Это кадры, снятые камерами видеонаблюдения демона Орка. Орк размахивает своим жезлом вокруг и убивает множество других монстров, и это как если бы существо пыталось защитить людей, оказавшихся внутри банка. И следующий отснятый материал берется с мобильного телефона студента-мужчины, который также попал в ловушку в одном банке. Он более четко показывает развитие ситуации. Демон Орк, который победил так много воинов-рыцарей в поле монстра, теперь стал Орком-героем, который защищал многих людей от других монстров. Некоторые люди даже в шутку предлагали вздор, что Орк должен быть награжден медалью или чем-то вроде того. Ха-ха-ха. Мы уже получали запросы в реальном времени, чтобы исправить термин, который мы использовали, демон Орк. Мы хотели бы искренне извиниться. С этого момента мы сменим его на героя. Кстати, назвав его Орком-героем, не вызывает ли это ощущение видеоигра или легендарная история о далеком прошлом? Действительно, ха-ха-ха. Это так. Но что действительно интересно, так это то, что с приходом этого Орка-героя даже то, как люди называют Кузнеца Орка, также претерпело определенные изменения. Например, два Орка, которые помогают человечеству или что-то в этом роде. Почти все телеканалы говорили о рассказах, связанных с Орком. В нем также доминировали не только телевизионные станции, даже интернет, SNS и ТД. Это так таинственно. Судя по отснятым материалам, эта борода и волосы у Орка были действительно длинными, поэтому, скорее всего, он уже стал выше уровня Ягуара. Должно быть что-то действительно особенное в этом парне. Боже, я хочу встретиться с ним хотя бы один раз. Даже Хазелин была такой же, сидя у кровати Сэджина и неторопливо наслаждаясь мандарином. Этот Орк. Кхихун. Ты отличаешь Орков по их прическам? Я думал, это было только для Личи. Брови Сэджина сжались от боли, исходящей с той стороны, когда он пытался говорить. Тем не менее, Хазелин даже не пощадила его, который страдал от агонии одним взглядом. Ответила она, только обращая внимание на телевизор на стене. Конечно, мистер Сэджин, ты никогда раньше не видел настоящего Орка Великого Воина, не так ли? Ты не представляешь, насколько они здоровы. Длинные бороды, длинные волосы, привязанные к спине. Волосы и борода символизируют уровень опыта и силы для Орков. Я этого не знал. Кстати, ты уверена, что ты использовала зелье, которое я сделал? Эта боль вообще не уменьшается? Сэджин застонал от боли, когда он коснулся Бака. В настоящее время его положение состояло в том, что раны, которые он понес во время Великого Воина Орка, переносились даже в его человеческую форму. Он не мог свободно передвигаться из-за тяжести ран, в результате чего он не мог самостоятельно приготовить зелье, и поэтому он придумал поспешное оправдание и попросил Хазелин послать ему его. Тем не менее, он не ожидал, что сама Хазелин появится, а не какой-то суслик. Да, конечно, ты сказал, что на тебя напал скелет. Раны от костного меча скелета трудно поддаются лечению, так что тебе это не поможет. Так что, пожалуйста, потерпи сейчас, ням. Хазелин непрерывно ела мандарины по одному за раз, даже произнося слова. Чавк-чавк. Эти симпатичные и гладкие губы слегка приподнялись вверх и вниз. Я думаю, ты можешь пойти сейчас, понимаешь? Сэджин недоверчиво пробормотал, наблюдая за ее поступком. Прошло почти 30 минут с тех пор, как она появилась. И до сих пор она уже съела более 20 мандаринов без перерыва. Он был очень благодарен за то, что она принесла зелье, но у него не осталось много времени. И его запас мандарина тоже иссяк. Эм-эм? Нет, все в порядке. Не знаю, почему, но, будучи здесь, мой разум успокаивается. Ням. Ням. Ням-нем. Он собирался что-то сказать, но Сэджин остановился на мгновение или два. Может быть, потому, что она была эльфом. Хотя она просто ест мандарин. Вся сцена выглядела так, как будто она была из какой-то известной картины или что-то вроде этого. Ням-нем. Тэл. В том случае, если вам интересно, что это такое, это буквально тэл. Корейское звукоподражание откровенно милого звука, который издают девочки и дети, когда едят что-нибудь вкусное. Кроме того, странный звук вытекал из ее рта. Пожалуйста, просто иди уже, хорошо? Уже поздно, понимаешь? Прошло еще пять минут, пока он наблюдал ее одержимость фруктами под названием мандарин. Итак, Сэджин снова умолял ее. Нет, все хорошо. Мне все равно нечего делать сегодня. Из-за всего хаоса, похоже, что дом алхимии тоже пойдет на перерыв. Пока я здесь, мой разум действительно чувствует себя так комфортно. При ее спокойном ответе брови Сэджина задергались автоматически. Почему она вела себя так сейчас? Если ты чувствуешь себя неудобно, я уйду через 30 минут. Сэджин быстро подтвердил оставшееся время для себя. Прошло чуть больше 2 часов и 23 минуты. Поскольку здесь была какая-то комната для маневра, он немного расслабился и мягко лег на кровать. И ровно через 30 минут Хазелин ушла, сказав, поправляйся быстрее, хорошо? Как опасались эксперты, этот инцидент с монстрами был не единичным. Со всех уголков страны малые и средние атаки с монстрами разразились десятки раз в день. В конце концов, корейское правительство объявило временное и чрезвычайное положение по всей стране и в то же время приказало всем орденам рыцарей находиться в состоянии готовности. Однако, внимание общественности было направлено в другое место, независимо от того, было ли объявлено чрезвычайное положение или нет. И это была тема так называемых хороших монстров. Публика сошла с ума от волнения от демона-орка, который появился во время хаоса, спас людей, а затем внезапно исчез со сцены. Это была та же история по всему миру. СНС и чаты сообщества были сосредоточены только на доставке любых новостных сюжетов, связанных с этим орком-героем. И серьезные дискуссии по темам если монстра можно приручить или монстры, которые могут общаться с людьми с орком-демон-герой в качестве основной темы. Какого черта они? Однако, несмотря на эти горячие реакции, человек просто чувствовал себя ошеломленным на данный момент. Он горько усмехнулся, читая статьи новостей и комментарии, полные людей, восхваляющих орка. Тук-тук. Кто-то постучал в его дверь. Сэджин положил мобильный телефон и сказал, входи. Джо Хансун вошел с охапкой документов на буксире. Что это? Это формы запроса покупки для куклы Афаны версии 2.0. В результате расширения сферы деятельности по всему миру, как было указано вами, председатель, мы получили запросы от сотен орденов рыцарей, расположенных по всему миру. Даже если мы планируем встречи сразу, по крайней мере, месяц не. Ах это. Пожалуйста, вы должны позаботиться об этом, мистер Хансун. В конце концов, вы начальник отдела маркетинга. А. Сначала Джо Хансун подумал, что он ослышался. В настоящее время, как простой товар, одна кукла Афана будет стоить несколько десятков миллионов долларов. Но если принять во внимание, что орден рыцарей владел куклой или не повлиял на престиж упомянутого ордена, то реальная ценность этой куклы была поистине астрономической. Серьезно, даже управление по внешним отношениям корейского правительства в конечном итоге направило наполовину услугу, наполовину угрожающую просьбу, просить купить куклу Афану, чтобы продать ее, а потом использовать ее в качестве инструмента для дипломатии между странами. Афанская дипломатия, как они выразились. Итак, почему именно председатель дал такой важный бизнес вопрос просто бывшему заместителю отдела маркетинга, как он. О, кстати, мистер Хансун, пожалуйста, сядьте на место, простите, быстро, а да, да, конечно. Джо Хансун все еще был в каком-то ошеломленном состоянии, но он как-то подошел к Сэджину и сел на противоположную сторону. Приятный запах, сходящий с Сэджина, помог немного расслабиться. Исправьте меня, если я ошибаюсь, но самая высокая ученая степень, которую вы заработали, это докторская степень в антропологии монстров, да, да. Я также получил степень бакалавра в области экономики, и мы, это хорошо. И именно поэтому, Сэджин почесал затылок и немного заколебался. Его выражение заключалось в том, должен ли он открыто обсуждать этот вопрос или нет. Ну, вот что. На ваш взгляд, как отреагирует общественность, СМИ и правительство, когда, предположительно, будет объявлено, что монстр приручен. Джо Хансун в замешательстве склонил голову. Поскольку то, что он слышал, было настолько возмутительным, он думал, что это должно быть шутка. Тем не менее, лицо Сэджина показало, что он серьезен. И, итак, вы говорите, что можете общаться с монстрами, это то, что вы говорите. Ну, да, что-то вроде этого. Вы можете думать об этом как о моем навыке. Сэджин заговорил и вошел в лифт, что побудило Джо Хана Сун поспешно следовать за ним, все еще со смущенным выражением. Но как вы приручили Грифона? В конце концов, оно известно, как непослушное и злобное существо. Я случайно обнаружил яйцо, поэтому начал промывать ему мозги с тех пор, как он появился. Понимаешь, с моим навыком я тоже могу использовать силу принуждения. Тинг. Лифт скоро прибыл на крышу. Расположение крыши в штаб-квартире общества было своеобразным. Крыши не было, так что небо было видно, но все стороны были заблокированы непрозрачными стеклами, из-за которых невозможно было смотреть внутрь снаружи. Это было результатом строительных работ, которые начались неделю назад, но, чтобы подумать, это было все для Грифона. Джо Хансун сглотнул. Это там. Он живет в пещере. Сэджин говорил, указывая на часть крыши, которая была сформирована в глубокую и темную искусственную пещеру. Увидев это, вздох непроизвольно скользнул с его губ, просто вспомнив, как хлопотно было переместить это существо сюда. Честно говоря, я собирался держать его в секрете еще долго. Но по совпадению, тема украшения монстров стала популярна благодаря инциденту с этим орком. Поскольку время показалось правильным, а также, если я не воспользуюсь этим шансом, кажется, что в будущем не будет другого. Сэджин перестал разговаривать и свистнул. Затем из пещеры появилась странная вибрация. Ююхур. Джо Хансун поспешно сделал шаг назад, полностью проигнорировав это, вибрация, исходящая из пещеры, усилилась, пока, наконец, Кейик. Единственный Грифон показал свой красивый внешний вид. Красивый и опрятный белый мех на голове, придающий впечатление благородства, и крепкое, мощно построенное тело льва, без сомнения, таинственное существо было Грифоном, существо, которое редко можно было заметить даже в пустыне. Затем мозг Джо Хана Суна прекратил работать. На самом деле он довольно послушный. Его зовут Мофин. Я снял последние два слога с Грифона, но рифон звучал немного не так, поэтому. Ким Сэ Джин оставил Джо Хана Суна, весь процесс мысли которого остановился, и подошел к Мофину. Мягко поглаживая голову, он начал посылать больше мыслительных приказов к существу. Люди, твои друзья. Джо Хан Сун, человек. Итак, Джо Хан Сун, твой друг. Хочешь прикоснуться к нему? Сэ Джин обеспечил меры безопасности на всякий случай, а затем позвал Джо Хана Суна. В этот момент Хан Сун почувствовал, как на коже вылезли мурашки от шока. Но тогда, преданность ученому, которого он должен был похоронить глубоко в своем сердце, сначала отреагировал. Что-то внутри него, этот инстинкт, от которого он должен был отказаться, чтобы устроиться на работу и выжить в этом мире, заставил его двигаться. Глоток. Прежде чем он осознал это сам, Хан Сун подошел к месту прямо перед Грифоном и осторожно протянул руку. Мофин даже не проявил намека на враждебность. Он просто закрыл глаза, спокойно приняв приход нового человека. Хлоп, хлоп. Именно так ему удалось расчесать голову Грифона. Это было невероятно мягко. Как это происходит? Удивительно, правда? Да. Это действительно так. Ким Сэ Джин с удовлетворением улыбнулся. Он действительно искал, чтобы кто-то разделял обязанности заботы о Грифоне. И вот идеальный человек для работы был здесь. Вот и все. Легко и приятно. В глазах Джохана Суна, который был занят поглаживанием Грифона, вспыхивало сильное желание. Господин Джохан Сун. Поскольку дело дошло до этого, как насчет того, чтобы взять на себя роль начальника отдела исследований монстра. Я удвою вашу месячную зарплату. Если хотите, я готов предложить вам больше. Улыбка Сэ Джина напоминала улыбку дьявола. Но, с точки зрения Джохана Суна, эта улыбка была такой же, как у ангела. После того, как Сэ Джин ушел, Джохан Сун с его грудью полной решимости позаботится о Мавфине. А? Куда он пошел? Имым? Что это? Мавфин? Когда Хансун крикнул, Мавфин снова показался. Однако на этот раз между его клювами был шар. Ты хочешь поиграть? Хансун улыбнулся и потянулся за мячом. Однако Мавфин забросил мяч в угол, а затем. Ки-и-и-ецкк. Ю-и-и-и-и-и-эр. Мавфин широко распахнул крылья и начал угрожать Джохану Суну. Его внешний вид изменился на 180с с тех пор, когда Сэ Джин был здесь. Но, но почему? Мавфин продолжал указывать на мяч одной из своих передних конечностей и угрожал ему. Он немного понял, чего хочет от него, поэтому он поспешно подбежал к мячу и вернулся к ней. Эл, да, Маффин, женщина, вот, каха и ринге. Поскольку она была удовлетворена этим, Маффин даровала привилегию погладить ее голову еще раз, чтобы Хансун с чисто злую усмешку. Э, правильно, там, там. К сожалению, для него это еще не конец. Затем она снова подняла мяч, и на этот раз она бросила его немного дальше, вне крыши вообще. Мяч нарисовал нежную дугу, когда она полетела за крышу штаб-квартиры общества и приземлилась где-то на лугах возле здания. И когда Джо Хансун стоял там в оцепенении, Маффин медленно подошла к нему, а затем к Ки-и-и-и-ецк. Она снова расширила свои крылья и громко выплюнула крик, который сказал, поторопись. Глава 59 все быстро развивалось. Во-первых, с помощью рассвета Сэджин мог спокойно обсуждать сложные процедуры консультации и интервью с правительством Кореи, а также с другими связанными с этим организациями. Конечно, человек, который присутствовал на всех этих встречах, был не Ким Сэджин, а Джо Хансун. Однако, некоторая информация просочилась в прессу посреди всего этого и приземлилась на первых страницах многих газет. Это побудило Сэджина провести официальную пресс-конференцию, а затем представить изображение Маффина, выполняющего тестовый полет в прессе. Как и ожидалось, голоса оппозиции были многочисленными. Организации, связанные с монстрами, подошли к нему с безумным рвением, в то время как несколько рыцарей с жесткой стрельбой появились с оружием, сказав, что пришли убить монстра. Но затем, только через неделю, большинство противостоящих СМИ были подавлены безжалостно и плавно, когда Сэджин загрузил кадры в свой профиль из СНС. В кадре можно было видеть, как Маффин с нежными глазами мягко улыбается. Симпатичный звук хихиканья, захваченный в коротком клипе, оказался хорошим бонусом. Можно также видеть, что у Джо Ханасуна несколько горькое лицо, глядя на Маффина во время съемок этой видеозаписи. Но для Сэджина его грифон был самым восхитительным домашним животным. При таком превосходном внешнем виде академические круги, горячо обсуждавшие плюсы и минусы всего этого, стали совершенно ошеломлены. Ну, они полагали, что эти отношения между хозяином и рабом были временными, когда они были обеспечены обещанием еды. Но из этого кадра казалось, что существо действительно было приручено владельцам и любило присутствие людей. Итак, большинство средств массовой информации переключилось на сторону ДА.